Я хочу рассказать об истории возникновения, потому что в принципе бумажный бизнес достаточно закрытый и в нем работают люди, понятные совершенно, их родители были директорами бумажных заводов, они сами работали в каких-то компаниях, созданных этими же директорами заводов. То есть это закрытая корпорация, в которой они давно и успешно работают. У них были периоды большого процветания, в этот момент было очень тяжело работать. То есть, собственно говоря, компания возникла именно благодаря тому, что бумажные компании, находясь на пике, я не знаю в тот момент, кто там покупал так много этой бумаги и что у них было, почему так было все прекрасно и хорошо, но они очень легко нарушали договорные обязательства. Могло в нужный момент не оказаться товара на складе. И это очень какой-то был непонятный процесс по своему устройству. Я не мог понять, почему люди, занимающиеся бизнесом, не могут выстроить процессы, как мне казалось, внутри себя. Итак, я уже говорил, что с 18 лет, ну что это означает? Ну естественно, что за плечами там вся жизнь, ее многообразным опытом, начиная там от челнока в Китае, от клетчатых суммах, пришитых к внутренней стороне трусов карманов с деньгами, которые, чтобы там не украли какие-то разные наши страны, ближлежащие, которые вам всем хорошо известны. Ну и понятно, путь был долог и тернист, условно. Примерно до 25 лет, ну вообще ничего не получалось. У меня не было специального образования. Я по своему образованию математик. Мой отец там тоже ученый, у меня никакого не было опыта абсолютно в бизнесе. Но тем не менее, я понимал, что в каком-то в том году, в котором это было, начало, мне тогда было 19 лет, я понимал, что мой отец, являясь там руководителем лаборатории, в крупном институте получает там 25 долларов условно. Я понимаю, что я так жить не хочу. Нужно что-то делать. На поверхности ничего не лежит. Только какая-то там свободная мешочная торговля, в той, которой тебе мгновенно не отрывают голову. Ну и, соответственно, вот этот путь я начал именно таким образом, просто увидел вот этот перед собой вариант. Считаю, что не получалось по разным причинам, но одной из важных причин является отсутствие аналитики по уже пройденному пути. Потому что там в любой торговле нам всегда кажется, что нужно менять товар, нужно все время что-то новое предлагать. И от этого мы думаем о том, что, условно говоря, что нужно его действительно менять, не предлагать там в одном ассортименте. Или, может быть, есть смысл создать специализацию какую-то. Это приводило к тому, что вот таких грандиозных каких-то успехов в принципе и не было. Хочу сказать, что вот сейчас, прямо сейчас подумалось о том, что первый настоящий успех пришел именно с момента специализации. Как только я выделил определенную специфику своей торговли и стал ее развивать, вот тогда и пошел действительно успех. Более того, в тот момент, когда ты уже чуть меньше начинаешь думать о товаре, ты чуть больше думаешь там о своем, о построении каких-то процессов, начинаешь двигаться, что-то создавать, там людей учить. И процесс сдвигается с мертвой точки. Итак, свой нынешний бизнес, о котором мы сегодня говорим, тендерный центр, я начинал в 2011 году. В 2011 году, повторюсь, последний дистрибьютор зашел в бумажный бизнес 15 лет назад. Ну, то есть, условно говоря, сегодня прошло там еще 9 лет, то есть 26 лет назад, ну, кроме компании тендерный центр СТИК, появился последний дистрибутор у производителей. Бумага торгуется именно так. Есть производители, они создают пул дистрибуции и ограниченное количество дистрибуторов компаний имеет право продавать такую бумагу. Этот бизнес возник, собственно говоря, из разделения, когда одна большая компания решила разделить производство и продажи. И в тот момент возникла Монзи Бизнес Пейпа, компания, которая производит цветокопии, и компания Комус, все вам известны. Это результат разделения бизнеса. Конечно, там люди держат руку на пульсе, чужих не пускают, закрытый корпоратив. Что было с нами? В этот момент у бумажного бизнеса, я еще раз повторю, были какие-то совершенно замечательные времена. Они регулярно срывали компанию, и могло оказаться, что в нужный момент бумаги просто нет на складе. За счет этого все было прозрачно, были понятны цены, какие существуют, и прайсы были в открытых источниках. Создать завышенную цену было невозможно. Я имею в виду, что для аффилированной какой-то компании сделать хороший бизнес в том смысле, что создать у госзакупщика завышенную значительно цену, и потом закупать где-то и продавать за хорошую маржу, не было возможности. Потому что во всех открытых источниках было видно ценовое предложение. В результате это и помогло, собственно говоря, нам войти в эту бумагу. То есть я оказался в среде людей, которые были близки к РЖД, компания моих товарищей выиграла некий контракт, в котором в том числе в этом контракте находилась и бумага офисная. Они помучились какое-то время, попытались с кем-то там подоговариваться, процесс не очень пошел, столкнулись опять вот с этими срывами поставок. И в результате в какой-то момент я предложил, давай я сам займусь этим, попробую это сделать. За стабильную поставку заказчик готов был платить предоплату. Ну, то есть, халилуя, деньги есть, можно пробовать. Так и началась, собственно говоря, наша программа бумажная. Как впервые стали дистрибутором? За следующие два года, которые мы занимались поставкой бумаги для РЖД, ну, там случилось все, все, что можно было случиться, все неприятности, как говорится, случились. Мы для себя понимали, что производители ни с кем не разговаривают, у них есть система, они из нее не готовы выходить. Я ездил к представителям Монди, предлагал, давайте мы будем это делать, вы там дадите нас, сделайте дистрибутором одной компании, сделайте так. Нет, вы будете работать через нашу дистрибуцию, по нашим законам, поехали. И через два года произошло событие для нас знаковое, комбината на тот момент было три. Я уже повторюсь, это были Монди, это International Paper и был неманский целлулозно-бумажный комбинат. И вот на этом целлулозно-бумажном комбинате зашел конкурсный управляющий. Дистрибуцией этого комбината занималась северо-западная лесопромышленная компания, которая, ну, собственно говоря, после того, как случился вот этот заход конкурсного управляющих, их бизнес закончился. Но они были столь любезны, что мне подсказали, что они уже эту тему не владеют, и это мой шанс войти в этот бизнес. В тот же момент, по сути дела, я вылетел в Калининград, встретился с конкурсным управляющим, мы с ним там оговорили один нюанс, и работа пошла. Как организовано было все вначале у нас? С точки зрения менеджмента, первым нашим офисом, в принципе, была комната 40 метров, мы ее арендовали по сходной цене у моего товарища, у которого был этаж под его компанией, и там у него обнаружилась комната, которую он готов был нам там продать. Делателей было, собственно говоря, трое, это был я, мой партнер и какой-никакой айтишник, то есть это парень, который там торговал софтом буквально на рынке, собственно говоря, у него особенно был выход. Вот парадокс любой компании, к сожалению, что в начале пути, когда тебе нужны действительно советчики, тебе нужны партнеры в свой бизнес, ты можешь пригласить или только людей, которые работают за хлеб, или людей, которые поверят почему-то в твою модель, в твой бизнес, и будут работать просто на чистом энтузиазме, скажем так. Какая все-таки концепция, что позволило мне посчитать, что компания может развиться и работать? К тому моменту мы грузили вагоны во все концы России, на дистанции РЖД, то есть у нас был клиент, мы объездили все регионы железнодорожные, у железной дороги организована она, она как бы называется одна, но при этом их 17 на самом деле, они разделены на столицы, такие как Хабаровск, Владивосток, Калининград, Москва, Ростов, и вот таких столиц 17. Мы объездили их и договорились на тот момент с 11 филиалами о том, что мы у них разместим, заключим с ними договор о хранении и будем пытаться работать. Им дополнительный заработок нужен был, нужно платить тем же грузчикам, нужно платить кладовщикам, и когда есть какие-то варианты дополнительного заработка, люди уже тогда шли с удовольствием на какие-то контакты. Значит, кроме этого, мы всегда могли сказать клиенту, которому пришел вагон, мы всегда могли сказать, что у нас там 5 палет подпорченной бумаги, что мы их поменяем в следующей поставке, взять эти 5 палет и, в принципе, продать их в рынок. То есть я к тому, что нам удалось сделать так, чтобы транспорт оказался нулевым для нас. И таким образом, кроме того, мы на первом своем сайте сделали что? Мы сделали табло, аналог табло, которое мы все видим на вокзале, с номерами вагонов или контейнеров, которые выходят от нас, в принципе, на дистанции РЖД, но для клиента это в тот момент непонятно. Он видит, что да, вагон... И там же была ссылка на ETRAN. Это программа, которая позволяет отслеживать движение подвижного транспорта с тем, чтобы понять, где ваши вагоны в данный момент, что с ними происходит. То есть клиент видит, что вагон едет, он видит, что в нем бумага, и он видит, что вагон принадлежит мне, он едет в мой адрес. Таким образом, мы создаем доверие у мелкооптового клиента о том, что он видит, что люди гоняют вагонами, и наверняка меня с этим маленьким палетом не обманут. Что касается... Так, дальше. Секунду. Первым нашим лозунгом, ну, то есть, условно говоря, какой-то должна быть некая концепция, поскольку мы сами столкнулись с отсутствием должного сервиса, то мы решили, что наш лозунг, мы не продаем бумагу, мы продаем сервис. И вот с таким, условно говоря, багажом мы двинулись вперед. Поддерживая складские остатки, мы могли получить клиентов, которых подвели наши конкуренты. Мы купили первую грузовую машину, которая там стала у нас делать доставку по Москве. И в этот момент, как ни странно, мы столкнулись с тем, что, борясь за сервис, мы... А сервиса-то у нас как такового и нет. Что-то с этим сервисом у нас не то. То есть мы начинаем чуть-чуть расти, и мы понимаем, что появляются жалобы, скажем так. Все идет, естественно, примерно по одному пути. Недостаток сервиса из-за недостатка людей. Давайте наймем там еще одного, вернее, конкретного логиста, чтобы занимался этим. Не человек, который в то же время занимается рекламой там или что-то. Чтобы были конкретные логисты. В результате у нас появился отдел продаж, у нас появились логисты, у нас появился первый тендерщик. Но успокоение, скажем так, как такового, все это не приносило. Потому что, понятно, продажники ругают неоперативность логистов. Логисты в претензии к поставщикам, потому что они неправильно выставляют задачи. Бухгалтерия недовольна вообще всем. Ну, вы все примерно представляете, да, что это такое. Что, собственно говоря, какие предпосылки были в нашем бизнесе для того, чтобы можно было создать ту оболочку, которая есть у нас сегодня. Одним из важных моментов для всех нас стал тайм-менеджмент. Появился он в нашей компании прямо с самых первых дней. Тайм-менеджмент преподавать взялась моя одноклассница. И в самом начале, как говорится, ну, все вы, наверное, знакомы с тайм-менеджментом, с понятием, то есть с самого начала нам нужно было понять, что в нашем деле важное, а что срочное. Для того, чтобы как-то это дело понять и классифицировать дела, ну, как минимум, нужен задачник. И отсюда первый задачник, задачник электронный. Электронный почему? Так как должна быть возможность заглянуть в него в любое время, из любого места. В задачнике иногда упоминаются те или иные документы. Для того, чтобы из них можно было посмотреть, эти документы нужно было увидеть где-то. То есть человеку скидывается задача, ты должен сделать то, переслать это. А где, собственно говоря, сам документ? Его нужно было откуда-то добыть. Причем, опять же, в любой момент. И мы стали искать этот вариант. Диски облачные тогда еще так массово не рекламировались. И мы, в принципе, узнали о такой возможности только как раз потому, что мы, собственно говоря, стали искать такую возможность. Что по концепту? То есть в моем представлении было так, что любой человек, а их пока еще мало, любой человек, которому звонят, у нас один шанс только, что нам позвонят. Предположим, клиент, у него есть стабильный поставщик, он работает с ним, и вдруг на складе у него не оказалось товара. Он возьмет и позвонит в ту компанию, которая предлагает в его регионе бумагу тоже. И если он позвонит и столкнется с кем-то, кто скажет, что это не мой вопрос, позвоните другому человеку, спросите у другого, он не вернется. Потому что он скажет, позвоните Тане, она в курсе всех цен. У него есть уже Таня, Таня Комус, к которой он всегда ей звонит. Зачем он будет перезванивать? Второго шанса не будет. Единственным нашим шансом было так, чтобы любой человек, которому мы позвонили, он мог, чтобы мог ответить, озвучить ситуацию, что происходит. И вот этим я и был, как бы, скажем, воодушевлен для создания этой программы. Мы нашли очень скоро, буквально в 12-м году, уже в пятом месяце мы нашли Яндекс.Диск, он нам, как бы, и вокруг него и сгруппировались. Итого, у нас появился электронный задачник, который я вижу со своего гаджета из любого места. Я понимаю, какие задачи люди выставляют сами себе. Я сам могу выставить туда эти задачи. Причем задачи, имеющие, надо, это очень важно, имеющие конечные сроки, если вдруг вы будете внедрять, сроки исполнения и несущие ответственное лицо, которое отвечает за это. С тем, чтобы там отслеживался процесс изменений, чтобы было понятно, кто эту задачу скликнул, если вдруг она ушла. Чтобы было понятно, какие-то комментарии, там была работа. Этот задачник, он был на тот момент в Андерлист, сейчас он уже потил в базе, вот прям буквально месяц назад. Это действительно помогало хотя бы успокоиться, условно говоря. Я понимал, глядя в него, я видел, что происходит. Далее. Мы воспользовались для того, чтобы людям дать возможность войти из облака и пользоваться вот этими всеми нашими примочками, скажем. Нам нужно было организовать так, чтобы у него в руках был гаджет, с которого, собственно говоря, это можно было сделать. Этим гаджетом стал iPad. То есть в 2012 году iPad был, ну прям действительно нематериальной мотивацией. Мы вручали iPad каждому новому сотруднику. При этом мы немножечко хитрили. Почему? Потому что iPad подразумевает внутри себя программу найти iPhone. Я повторюсь, к тому времени это уже третий год был этого бизнеса. И тут у меня появился еще один параллельный. Я не находился в том офисе, в котором находилась команда тендерного центра. И мне было важно видеть, где люди находятся в каждый момент времени. На iPad, то есть мы старались не изобретать велосипеды, а пользоваться теми вещами, которые уже существуют. Ну, они обычно самые надежные. Есть встроенный всем известный инструмент, такой как календарь. Я обязал людей эти календари заполнять. На том этапе был, ну, моноклиент. Вы понимаете, один клиент, один поставщик, монотовар, ну, такой там, семи пядей во лбу быть не надо быть. И, по сути дела, я мог позволить себе заставить людей заполнять данные календари. С тем, чтобы календари работали. И когда? Зачем все это вместе? И как это, собственно говоря, у меня работало в моем представлении? Звонит в 17-15 время. Мне звонит логист. И говорит, что, слушай, у меня завтра отсрочная отбрузка. Не могу подписать документ у директора. Его нету на рабочем месте. Я открываю следилку и вижу, что директор едет домой. Ну, я знаю, по какому шоссе он едет домой. Захожу в календарь. И вижу в этом календаре, что директор определил для себя другой режим работы. А это можно было делать. Он приходил на час раньше на работу с тем, чтобы на час раньше уйти. При этом, поскольку у нас клиенты были и на Дальнем Востоке, а там в наши 9 часов уже закончился рабочий день, то 8-часовой его выход был оправдан еще и тем, чтобы он успел поговорить с дальними регионами до того, как они ушли домой. И хорошо, я понимаю, что действительно человек имеет право. Он поставил так работу. Я претензий к нему никаких не испытывал. Логисту говорю, слушай, давай править алгоритм в том смысле, что мы берем, принимаем заявки на отгрузку на следующий день до 16 часов. С тем, чтобы ты потом до 17, до его отъезда, успел провести все организационные работы. Да, я не позвонил директору, ничего не сказал, но на следующее утро в 8.15 я зашел в следилку и вижу, что директор этот привез там свою супругу на работу и сидит рядом с ней, ну, видимо, болтает. Я пишу ему в задачник. На 8.15 я выставляю, на 8.20 я выставляю ему задачу, в которой говорится, уважаемый, ты уже 20 минут как должен быть в офисе. 8.20 это задача с уведомлением. Он сидит, у него в айпаде или там в телефоне в тот момент, у него появляется там, звякает, он смотрит, видит там задачу выставленную, все для себя понимает. 8.25 я захожу на следилку, человек уже мчится по набережной в офис. И там через 10 минут, благо это там недалеко все было, он находится уже в офисе, работает, и все так, как мне надо. При этом я добился того, что я, ну, во-первых, я там не орал на него, ни в чем его не убеждал, не обижал, но я, тем не менее, дал ему понять, что, ребята, я слежу, я слежу внимательно. Я хочу сказать следующее, что ничего из того, что вы не будете контролировать, в том числе электронные задачи, работать не будет. Только когда вы заходите туда каждый день, вы смотрите, комментируете, когда вы, вот всю эту историю, человек должен все время понимать, что система работает, что, ну, как говорится, большой брат, там, небольшой брат, как это назвать, все это дело идет. Итого, едем дальше. Что же, собственно говоря, по бренду? Ну, наша компания называется Stick. Хочу сказать, что вот этот весь бренд-бук, собственно говоря, придумывал сам я, и там была определенная хитрость. Расшифровывается это все просто. Sales, Train, Incorporated. Компания, мне нужно было увязать в этой ситуации с одной стороны железную дорогу, ну, как бы, чтобы я намекал, что я тут имею некую аффилированность, может быть, даже, да. А с другой стороны, мне нужно было быть в мире, вот, бумажников. А надо понимать, что все бумажники, они канцелярщики. И Stick, вот эта аббревиатура, она напоминает, ну, некий стикер, скажем так. Что касается, дальше. Stick напоминает реку Сикс, по которой Харон перевозит мифический герой, перевозит души из мира живых в мир мертвых. На мой взгляд, это один, при этом надо понимать, что эту услугу он оказывает платно. То есть для того, чтобы вы, когда вы подходите к берегу Стикса, у вас должна быть во рту монетка, с тем, чтобы Харон ее забрал и перевез вас туда. Для меня это стало высшей парадигмой в принципе бизнеса, потому что не может быть, чтобы вы умерли, пришли к реке, а Харона нет. Согласно мифологии, по-любому вас перевезут туда. Ну и в принципе, перенося, я понимаю, что для многих это сомнительная метафора, но тем не менее, как идею абсолютного сервиса, я считаю, ее принять вполне можно. Миссия компании. Я для себя считаю, что невозможно создавать компанию, которая своей целью будет ставить только зарабатывание бабок и все. Мне кажется, что нужно всегда, чтобы была какая-то идея. Что касается нас, то кроме вот этого абсолютного сервиса, мы считали, что у нас должны быть такие вещи, как и ценности, и как и некие там, может быть, и лозунги, и даже кодекс корпоративный. Итак, миссия компании – создание культуры уважительного сотрудничества, создание беспрецедентного сервиса на рынке офисных бумаг. Лозунг – мы не продаем бумагу, мы продаем сервис. Ценности – любовь к родине, лояльность к руководству страны, отрицание межнациональной розни, профессионализм, взаимовыручка, деятельное сотрудничество. Система менеджмента, которая у нас, ну, логика прямая, у нас были у всех айпады, мы решили не выдумывать, вот этот бренд i со всеми приставками, он был, ну, прям на слуху, и систему своего менеджмента мы назвали iMaster. Собственно говоря, и написание это, оно было похоже, и наша первая бумага называлась iMaster Paper. Как ни странно, хоть мы были и новой абсолютно компанией, мы первую же бумагу, которую мы продавали, мы продавали забрендованную нашим, под наш бренд. Объясню, как это потом получилось. Таким образом, система менеджмента iMaster подразумевала вовлеченность всех работников во все процессы. Непрерывное самообразование, рациональное использование рабочего и свободного времени как форма уважения коллегам и партнерам. Сайт компании. Первый сайт компании был оформлен как окна роста. Вы помните Майковского, и там лозунги, они до сих пор сейчас там, а ты там одел маску, что-нибудь в этом духе, наверное, появлялось. Он был графичен и условен. Изображал вокзал. Повторюсь, одним из главных компонентов этого вокзала было информационное табло, на котором мы размещали информацию по вагонам, которые мы отправляли. Тайм-менеджмент. Он опять, вот тайм-менеджмент сыграл большую роль в жизни вот всех, кто были в первых рядах нашего бизнеса. У каждого это сработало по-своему. Скажем там, кто-то у нас был айтишник, который, ну как все айтишники, который говорил, мое время рабочее это с 12 до 4 утра. Вот там я работаю. И поэтому он и спросил для себя возможность приходить в 11. Когда он, как говорится, узрил тайм-менеджмент и впитал его, он перестроил свою жизнь. Он сказал следующее, с 12 до 4 я занимаюсь пигней, потому что я думаю, что я работаю. Но на самом деле я переписываюсь с какими-нибудь такими же, как я, сидельцами. Какие-то девчонки мне пишут. И в общем, в результате КПДшка работы этой нулевая. То есть человек с принципом жизни я ложусь спать в 4, вдруг пересмотрел свою жизнь и стал приходить на работу в 8 утра. Он говорит, самое мое продуктивное время, это пока никого у вас нет на работе. Условно говоря. с другой стороны мой водитель, предположим, который принял для себя вот эту концепцию, он стал рассчитывать нашу дорогу. Вот это он как честь. Мы не опаздывали никогда никуда. То есть более того, за 15 минут он меня оповещал, Андрей Сергеевич, надо выезжать. И при этом он все равно еще знал, что я могу еще там и на 5 минут задержаться по большому счету. Каждый воспринял для себя. Кто-то, мой партнер ближайший, компания создана двумя людьми, есть Михаил Брантов еще, но он сейчас занят процессами. Итак, он усвоил для себя из тайм-менеджмента задачи. Он стал писать, выписывать все задачи и ему понравилось, что все задачи его закрываются, он ни о чем не забывает, все идет хорошо. Таким образом, вот какие-то первичные инструменты, которые нам помогали. теперь, что касается iMasterPaper. Бумагу мы стали производить под собственным брендом, то есть мы договорились, там был, пришел конкурсный управляющий, ему все равно, маркетинг, какие там схемы, еще что-то такое. Вы хотите бумагу в собственном амболаже, ну это то, во что оборачивается бумага, на здоровье. Мы разработали амболаж и запустили iMasterPaper, к сожалению, у меня не сохранилось даже образца, потому что выходили мы с большими проблемами позже чуть-чуть скажу о том, что там произошло. Значит, итак, мы приходим в точку, когда мы ворвались в бумажный мир, никому не подражая, не наняв ни одного сотрудника из бумажного мира, это выглядело как бы свежо и достоверно. Почему ни одного сотрудника из бумажного мира? Потому что они придут с той же концепции, они уже испорчены. Все бумажники действуют по какому-то определенному алгоритму. Все бумажники одновременно являются канцелярщиками. Они не представляют себе, что можно бумагу продавать, не подкрепляя ее к канцелярии. Канцелярия в себе заключает до 40% экономики. Это так было, не зная сейчас, что происходит. Мы изучали вопрос, это просто нам были готовы дать. Вот мы позвонили, познакомили, но более-менее нас знали. Сразу нам 40% давала компания с тем, чтобы мы могли, идти в рынок и к своей бумаге прибавить их в канцелярию и продавать. Но по разным причинам я решил не идти по этому пути. Итак, построение процесса. Возвращаясь к теме нашей встречи, о том, что мы все-таки говорим об автоматизации бизнеса, о тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся, мы остановились на том, что все недовольны всеми. Какой план борьбы с этим? Ну, да, выписывание строгих регламентов. Регламенты, ну, вы все понимаете что-то. Это некий блок схемы в программировании. Наверное, вы понимаете, там, куча треугольничков, прямоугольничков, стрелочек, да, нет, если да, то туда, если нет, то сюда. Как бы это предтеча программы, ну, я имею в виду языка программирования. Сначала ты выписываешь себе логику, что ты хочешь создать этим алгоритмом. Такие алгоритмы написали по процессам в нашей компании. В каждом кубике, ромбике, кружочки, название единичного действия или имя того, кто его выполняет. Если ряд процессов подряд выполняется одним человеком, то вот вся схема вокруг него раскрашивается одним цветом. То есть мы смотрим и видим большую блок-схему, в которой иногда большие блоки раскрашены разными цветами. Это означает, что вот в рамках одного цвета это деятельность одного сотрудника. Одним из главных моментов не должно быть двух людей, отвечающих за какой-то один и тот же узел. Обязательно один, иначе будут полагаться один на другого. Итого, это внесло некий порядок. Плюс к этому, дабы не тратить время на мотивацию сотрудников, а вы понимаете, что за нашу зарплату, условно говоря, наши сотрудники приходят на работу только пить кофе, все дальше начинается... Извините. Меня слышно? Меня слышно? Все. Дальше начинается мотивация. Вы понимаете, то есть пришел такой момент, когда я вообще не занимаюсь бизнесом, то есть я не создаю никаких бизнес-моделей, я не делаю бизнес, я занимаюсь только одним. я придумываю, как сделать так, чтобы у нас заработал народ. Единственный метод, до которого я сам додумался, это разделить компанию... Вот у нас были службы, условно говоря, служба логистики, служба бухгалтерия, маркетинг, разделить их в разные компании. И таким образом в какой-то момент мы разделили компанию на несколько. То есть отдельно у нас появилась компания, были логисты, у нас появилась iMaster Logistics, у нас появились, были тендерщики, они стали тендерным центром. У нас появили, была бухгалтерия, эта бухгалтерия стала службой финансовой безопасности, СФБ. У нас был маркетинг, он стал компанией, ну, это жаба от Highlight, Kiehlicht. Всех людей, условно говоря, руководителя звена, мы, я отдал ему половину бизнеса, то есть возникла iMaster Logistics, руководитель службы логистики стал его бенефициаром с 50%, ну там, с 50% долей. Да, пожалуйста, дорогой, 50% это мои, 50% твои, развивайся. Не скажу, что прям все зацвело и запахло. Дело в следующем, что вот эта привычка, скажем так, качать права, тянуть друг на друга, она сохраняется, люди абсолютно не имеют представления о сервисе. Для того, чтобы людям объяснить, что такое сервис и как его нужно строить, пришлось, например, в очередной раз, когда товарники, люди, которые продажники говорят, у нас логисты говно, они не могут отгрузить элементарные объемы, логисты говорят, да они не могут техзадания написать нормально, они начинают скидывать отгрузки в последний момент. Я говорю продажникам, ребята, у вас плохие логисты, я разрешаю, пойдите в поле, наймите любую логистическую компанию и сделайте это. И вот тут стало все на место. В другой компании все дороже и в предоплату. таким образом нам удалось эту ситуацию в другое совершенно русло повернуть. Люди стали понимать, что для того, чтобы воспользовались их услугами, нужно, чтобы вы предложили лучшее, ну, ваше предложение было лучшим, как минимум. То есть, для того, чтобы вам заплатили, будьте добры, выставите отношения со своим заказчиком и научитесь предоставлять настоящий сервис. При том, что с ЗП теперь вы платите себе сами. То есть, не заработали, не получили зарплату, я вам ничего поверх не плачу. Результатом этого стало наше понимание, что мы очень слабо представляем себе, что такое сервис. не побоюсь, скажем так, или побоюсь обидеть, конечно, свою бухгалтерию и ее лидера, все-таки скажу, что самая сложная, конечно, ситуация это бухгалтерия. Ну, вот вообще ни разу они не сервис. То есть, вы понимаете, у бухгалтера это закрытая группа. Закрытая группа, ну, порой кажется, что вся их задача максимально закрыться и сделать информацию непроницаемой. И в случае, когда вы приходите и начинаете что-то там просить, какую-то открытость, какую-то более-менее алгоритмизированность процессов, вы сталкиваетесь с тем, что вам говорят, это так нельзя делать, вы что не понимаете, там же вот такая ситуация. И побоявшись быть абсолютным профаном, чаще всего вы говорите, ну да, я понимаю, конечно, ну ладно, тогда давайте продолжать это все будем делать так, как вы нам скажете. То есть, вы понимаете, бухгалтерия, там представитель, руководитель бухгалтерии мог в любой момент ворваться в зал, а работа у нас организована в open space и начать там почем зря костерить какого-нибудь там логиста, у которого уже три месяца не предоставлены документы за какую-то там отгрузку. Я понимаю, что самое страшное, что они правы. Ну действительно, так нельзя работать. Но, если говорить про работу, люди работают. То есть, ты человека пришел, человеку сказал, ты редиска, и он загрузился, потому что он понимает, что все-таки руководитель бухгалтерии это ключевое звено в компании, это второй человек в компании. И когда тебя устраивает крупнейший нагоней второй человек в компании, ты не можешь отмахнуться, у тебя внутри там беспокойство, какая-то там дискомфорт, человек выпадает из процесса. То есть, как сделать, как разобраться с этим? Непонятно. Итак, что говорить о том, что если вам нужна какая-то информация, то есть, при необходимости получить какие-либо данные в нужный момент совершенно невозможно. Все нужно откуда-то добывать, а не в каком-то втором списке, где-то еще. На все уходит от недели до месяца. То есть, в результате местами, когда тебе ложится на стол справка, которую ты запросил, ты порой не понимаешь, а зачем она, какой смысл был в этой задаче, что ты хотел. И ускорить это невозможно. То есть, в любой ситуации, когда ты начинаешь пытаться давить, возникает или какой-нибудь отчет, у нас тут неделя какого-нибудь приведения в порядок, потом у нас квартальный, то у нас годовой. И весь год в итоге выглядит так, что вы подойти к собственной бухгалтерии просто не можете довольствовать какими-то отрывочными информациями. Как только вы начинаете систематизировать систему, как-то там пытаться связать воедино все слова, которые вам говорят, там один бухгалтер одно сказал, другое другое, вы потом как-то это все на уст намотали, запарились, систематизировали, и приходите, и говорите, подождите, ребята, что-то мне кажется здесь не совсем история такая. Ну в ответ опять какой-то, они раз там перевернулись смог на голову, и говорят, ну тогда это было не так, а сейчас так, потому что тогда мы говорили о таком счете, а сейчас мы говорим о таком, и что вы хотите, у вас там вот такая сделка другая, и здесь вы там, вы вынуждены пошли на отрицательную сделку, чтобы продемонстрировать заказчику, что вашу способность с работой отыграли тендер ниже цены, как я должна быть, ну закупочной, как я должна здесь отрубить эту ситуацию. Вот самое печальное в этой ситуации, что это все имеет право на существование, но надо как-то работать, вам нужна информация, и вы должны выходить в эту информацию. Итак, в результате всего этого мы, вот все, что мог придумать я, условно говоря, исходя из там своего жизненного опыта, будучи зашоренным своими какими-то там делами, понятно, что оперативка, оперативка, она идет, у тебя постоянно возникают какие-то проблемы, мы стали крупнеть, у нас появляться клиенты стали, у нас появился первый тендерщик, мы стали отыгрывать лоты, и я, когда я говорил о сложности выхода из бизнеса, вот именно с тем производителем, что произошло? Через два года производитель закрылся. Просто так, они взяли и порезали машину, которая стоила 90 миллионов долларов, по непонятным каким-то причинам они ее зарезали на металлолом, и я остался в какой-то момент времени с контрактами на руках и без бумаги, то есть, условно говоря, у меня второй квартал года идет, в начале года я отыграл тендеры, я не могу поставить, у меня нет поставщика, а в тот момент на рынке меня уже знают люди как поставщика, и все знают, какие у меня контракты, и никто там, там доброжелателей нету, я покупал бумагу на 10 рублей дороже, чем я ее продавал, пока я выбирался из ситуации, условно говоря, там можно отдельным кейсом рассказать, как мы этот вопрос решили, но тем не менее, итак, я понимаю, что вот то, что я мог сделать своими силами, то, что я мог придумать, то, что были готовы придумать там мои соратники какие-то, мы уже придумали, мы в своем котле сварились, для того, чтобы теперь добавить туда вкуса, нужны специи, специи или спецы, собственно говоря, таким спецом стал Акмалов Ренат, который на тот момент, оговорюсь, правда, что человек был интегрирован и в компанию, мы, он проводил у нас тренинги, мы обсуждали с ним, кстати, один из интересных моментов, предположим, скажем, который меня натолкнул на мысль о том, что там как-то надо выстраивать, там убрать людей из одной группы, там разогнать их по компаниям, он сделал нам определенный анализ, там по системе, он там при желании расскажет, а там получается в результате, вы перед собой получаете табличку 4 на 4, и у вас все сотрудники должны равномерно по этим клеточкам разойтись, у нас все сотрудники собрались в двух клеточках, и причем все они были, это из ряда таких людей, которые делатели дела, которые не умеют между собой договариваться, им нужны локомотивы, там спокойно, одни, которые спокойно считают, другие, которые там спокойно оценивают проекты, третий, которые нормально анализируют, а у нас все делатели собрались, которые там с друг с другом активно начинали бороться, расталкивая друг друга кулаками, скажем так. Итак, человек, Ренат у нас занял позицию директора по развитию, и в этот момент вот его подход, который он принес, он для меня был, ну, как бы достаточно революционным, скажем так, потому что он сразу стал задавать мне вопросы, ну, то есть, где мы берем деньги, что приносит нам деньги, главные, то те и наши люди. То есть, тем нужно помогать, тем нужно давать, их нужно слушать. Сервисные службы должны становиться сервисными службами и помогать нам в этом деле. В тот момент столкнулись мы с, я столкнулся с необходимостью первых увольнений. Я скажу вам, что по результату анализа года, там, не помню, 17-го, по-моему, мы уволили пол, целиком и полностью весь отдел продаж. Мы проанализировали результаты года и мы себе стали понимать, что у нас три канала. Это тендерный канал, средний опт и мелкий опт. И мы понимаем, что ни средний опт, ни мелкий опт не принесли нам абсолютно ничего, что затраты на маркетинг, там, на рекламу какую-то, они еле-еле покрылись заработками. Более того, каким-то образом ребята там, зевнули необходимый бонусный объем, то есть у нас работа по ретро-бонусам, и мы не получили ретро-бонусы. То есть я условно говорю, я слежу за минусом, я понимаю, что у меня в конце года должен быть бонус 10 миллионов, но мы там не добрали небольшой, причем два вагона всего объем, и мы получили вместо 10 миллионов ретро-бонуса 5 с половиной. И мы улетели в минус, можно сказать. В результате мы сделали вот это первое увольнение и приняли решение, что мы будем развивать тендерный канал. Потому что тендерный канал в тот момент давал нам это единственный нормальный прибыльный канал, который не требовал никаких затрат, кроме зарплаты самого, собственно говоря, тендерщика и какой-то его мотивации с тем, чтобы он работал. Ну, тендерщик, скажем так, в тот момент еще не был этот тендерщик в своей отдельной компании, о чем я говорил, он все-таки был в недрах нашей компании. Сегодня он уже тоже имеет выделенную свою компанию, которую мы тоже параллельно там развиваем. Итак, все же, собственно говоря, мы подошли вот к тому, о чем сегодня наша речь, это автоматизация. Первое мое знакомство с автоматизацией. Идет собрание у нас в группе по созданию сайтов для вновь образованных компаний наших. Сидит разработчик, разговаривает с нами, показывает скриншоты, картинки, еще что-то такое. И Ренат задает вопрос, а что будет делать этот сайт? Что значит делать? Ну, будет ли сайт собирать информацию? Будет ли он как-то помогать в работе клиентов? Разработчик говорит, да, конечно, он будет висеть в интернете, люди будут заходить на вашу, они будут читать про вас, про вашу компанию, будут читать ваши новости, и им будет очень интересно, и они будут приходить и покупать. Но, наверное, каждый из вас делал такой сайт, который никому вообще не нужен. По большому счету, как его не двигай SEO, он никому не интересен и ничего не происходит. Для меня в этот момент произошло чудо. То есть, бах, я понимаю. Понимаете, это открытие, сайт может что-то делать, я понимаю, вы, наверное, сейчас там все расхохотались, там у всех работает это давно и прекрасно, конкретно у меня такого нету. И не было в тот момент. Что же, собственно говоря, делает сайт? Я вам расскажу. Мы создали первую интерактивную систему. Она была для логистов создана. Сайт собирал данные о клиенте еще до клиента, условно говоря, исходя из его поведения на сайте. А на сайте, собственно говоря, было чем заняться. Мы создали на первой странице, у нас были, это опять же такая некая табличка, предположим, пусть она была 4 на 4, где было 4 основных направления, куда идут перевозки, ну, вы все понимаете, там, например, из Москвы в Питер, ростовское направление, ну, я не знаю, там, что-нибудь еще, да, Калининград какой-нибудь, ну, предположим, или Нижний Новгород, вот, ну, вот это вот оптимально. То есть, мы давали 4 направления и 4 варианта отгрузки, то есть, газель сколько будет стоить сегодня, сколько будет стоить длинномер, сколько будет стоить рефрижератор. Данную информацию сайт подсасывал сам с ресурсов, которыми пользуются логисты. У логистов есть такой ресурс, ITSU называется. На тот момент сейчас там уже все изменилось и система вот в таком виде, в каком я рассказываю, уже не работает. Почему? Потому что они убрали открытые цены там. А в свое время там были прямо открытые предложения от операторов, от перевозчиков. Кстати, iMaster Logistics на сегодняшний день на этом сайте имеет высший рейтинг 5-5 звезд. Ну, за эти годы они их там добрали. Итак, значит, более того, если клиент начинает, можно было развернуть, там были более подробные варианты, можно было по одному направлению. То есть, глядя на поведение клиента и плюс, естественно, калькулятор, в котором он мог забить свое направление, тут же наш робот находил похожее направление или рядом и выдавал ему информацию. К моменту, когда человек наконец звонил или заказывал обратный звонок с сайта, с этой стороны оператор этого сайта, у него уже была информация, у него были приблизительно цены по всем направлениям, которыми пользовался клиент. Если клиент по телефону называл какое-то другое направление, а вот, например, это, он мгновенно мог забить форму, у него перед ним была определенная форма, в которой ему нужно было просто название двух городов забить и какой-то объем. И тут же подсасывалась информация. Ну, то есть, вот так, понимаете, это было абсолютно чудесно. На тот момент это выглядело абсолютно чудесно. Сейчас я, конечно, к подобным вещам привык, и для меня вообще не существует ни одного ресурса, который, условно говоря, кроме как показывает информацию, еще и что-нибудь не собирает. Далее. Ага, сейчас. Итак, тогда же, предположим, мы создали торговую площадку. Мы создали торговую площадку, на которой мы продавали бумагу на, по принципу аукциона. То есть, своим клиентам, которые покупают у нас бумагу, за хорошую покупку бумаги, мы давали бонусом вход на наш сайт, торговую площадку, и клиент мог купить там бумагу по сниженной цене. Не по цене, которую он покупает, а по цене практически от нуля и до цены, по которой он покупает. По сути дела, мы сделали такую вещь. Мы стимулировали своих клиентов, продавая им, опять же, бумагу. Понимаете? Слава информационному полю, автоматизации и так далее. Далее. Что же, собственно говоря, мы даже систему скриптов автоматизированную стали создавать не на базе какого-нибудь там CRM, а собственного, потому что у нас специфическая ситуация была. Но вот отдел продаж не дожил до этого, до этой ситуации. Итак, первым настоящим прорывом, первым настоящим прорывом стал тендербот. Это автоматизированная система, которая собирает информацию со всех тендерных площадок по ключевым словам. Ну, то есть, в нашем случае, предположим, бумага. Тендербот нашел тендер, в котором упоминается бумага и выгружает ее в задачник первому лицу. Ну, это мой партнер Михаил, который, наш партнер Михаил, который отслеживает в принципе, подходит ли эта бумага, не фото ли там бумага, действительно ли это офисная бумага. На сегодняшний день ареал бумаг, которые мы продаем, он расширился значительно. Можно сказать, что, ну, практически все бумаги мы продаем, но тем не менее, чтобы мы в принципе попали туда, чтобы этот лот нас интересовал. Значит, как только его метрики это товар, он принял решение, да или нет. Да, он кликает и задача улетает к тендерщику, который просчитывает сам товар. То есть, он знает, какие у нас есть поддержки, какие у нас есть предложения ценовые. Он забивает цену на товар, кликает и тема улетает опять же в задачник, улетает логистом. Те просчитывают стоимость доставки, стоимость разгрузки, и забивают эту цену, нажали, улетает опять же в задачник финансистов, то есть, бухгалтерам вернее. Бухгалтера просчитывают налоги, проценты с капитала, но у нас нету финансиста как такового, как выполняет роль финансиста бухгалтери. Просчитали, забили цифру, кликнули и вуаля. У главного тендерщика, того, кто будет играть этот лот, нажимать на компьютере кнопку, перед глазами полностью просчитанные проект. В нем есть все. Кроме того, там есть, условно говоря, бегунок или диммер экономики процента, с которым я хочу отыграть тот или иной лот. То есть, что происходит? Если я вижу, что лотов много, они играются, ну там не совсем так, я сейчас чуть дальше скажу, и я хочу, я понимаю, что нам не надо стремиться сыграть их все, нам нужно отыграть только высоко маржинальные. Я поднимаю бегунок до 10% экономики, и мы отыгрываем, условно говоря, 10% лотов при максимальной маржинальности. Если я вижу, что у меня появились лишние деньги, а это я вижу и с финплана мы сделали следующим этапом, я сейчас расскажу чуть подробнее о финплане, в котором я онлайн вижу, что у меня появляются на следующие 5 недель у меня появляются 30 миллионов свободных денег. Я скручиваю этот бегунок до 5-7%, и как только кривая дополнительных денег у меня ложится в ноль, деньги все использованы, я его опять выкручиваю наверх, то есть до 10%. Таким образом, все мои деньги условно говоря постоянно работают с максимальной эффективностью. Благодаря тендерботу мы обрабатываем сегодня 100% лотов. 100% лотов, которые есть по конкретной данной теме. Извините. Слышно меня, да? Итак, фактором вот этого обработки 100% лотов стало то, что, как ни странно, то, что вот это еще без этого бегунка, что мы стали выигрывать большее количество, вернее, маржа наша выросла, то есть если мы первый год играли с 5% маржой, это еще не считая процент на капитал, то далее мы стали считать, играть 5%, уверенно, просчитав все дополнительные расходы. то есть вот систематизация процессов, их автоматизация и стопроцентная обработка дает сразу же экономический эффект, прям действительно серьезный. То есть я оцениваю, что мы играли в среднем 2,5% наша экономика была, а стало 5%. Стало 5% и более того, эффективнее за счет того, что мы всегда видим или дефицит, или избыток денег. У нас нет такой ситуации, что мы сначала провалившись, видим, что у нас не достает, потом начинаем дуть на воду и не играем долго, пока у нас уже не образуются на счетах какие-то непонятные депозиты. Итак, более того, исключается человеческий фактор. Я говорю, что вот это взаимное уважение и сотрудничество подразумевает все-таки то, что люди не ругаются. Вы понимаете, когда, если все то же самое, что я описал, делают люди и носят от одного человека к другому, передают, то происходит следующее. Он ему на стол, он ему подошел на, тот в это время кофе пьет, положи на стол, подошел, там, задвинул под лоток или сверху что-то положил, забыл. И все, в следующий раз мы видим, лот не отыгрался, где документы, документы у него, нет, я не брал, ты не давал, и вы будете разбираться с этим до Ишачьей Пасхи, извините за выражение. Здесь я вижу задачники, я вижу, что задача перешла от одного к другому, от одного к другому, где она застопорилась, там это видно. Более того, она будет мигать у того, кто ее не сделал, красным цветом она у него будет все время говорить, ты не сделал меня, иди сюда, сделай меня до конца. Итак, электронный, вот в этом смысле электронный задачник является все-таки, по моему представлению, основой любой автоматизации. автоматизации, потому что, пока вы не будете видеть, как процессы переходят от одного человека к другому, и пока вы не видите красные процессы, я сегодня уже слежу только за красными, я имею в виду теми, которые просрочены, ну и, соответственно, караю как-то за это, там, милую, разбираюсь в этих ситуациях, в этих проблемах, которые могли так или иначе возникнуть. В результате, это привело к тому, что наши тендерщики, обрабатывая 100% информации, они в результате только половину времени тратят из того, которое они тратили раньше, они приобрели много свободного времени, у них появилось время для осмысливания, для какой-то поиска какой-то дополнительной информации. На сегодняшний день у нас есть пиратская группа, то есть у нас есть тендерный отдел, и при нем теперь мы образовали пиратскую группу, которая ищет тендеры, то есть мы сегодня уже работаем по принципу такому, что мы находим тендер, потом ищем под него производителя, приходим ему, делаем предложение. Твоя задача нам сделать колонку в прайсе, выделить особую, дать отсрочку платежа, и мы готовы в принципе на общих основаниях поделить с тобой пополам, то есть ты сделай минимальную цену, давай, там, твоя фанера будет стоить 100 рублей за квадратный метр, а ты ее продаешь в рынке за 150, но мы ее отыграем, пусть за 145, например, и поделим с тобой пополам, да, заработаем по 22 рубля, но заработаем, а не так, что этот тендер провалится и останется, ты, у тебя есть возможность расширить производство, но нет возможности расширить продажность благодаря твоим продажникам, мы это сделать можем. Ну, соответственно, это что касается автоматизации, что касается финплана, сейчас, секунду, так, секунду, итак, мы просчитали свой лот, итак, когда мы сделали всю эту историю, мы понимаем, что у нас, что мы приблизились максимально к созданию сервиса, то есть у нас есть люди, имеющие свободное время, это люди, профессионалы, которые могут отстоять в фасе любой там судебной инстанции ситуации, мы воспитали людей, которые верят в свою победу, которые умеют побеждать, которые могут оспорить любое техническое задание, и вот тут, как говорится, запахло сервисом, при этом мы понимаем, что сервис может быть на самом высоком уровне, поскольку мы можем подключить человека к тендерботу, не надо вербально с ним разговаривать, у него каждое утро выгружается то, где он может поучаствовать, и он начинает сотрудничать активно, интерактивно, и мы видим, он сотрудничает или нет, и потом, когда он нам говорит, а вы ничего не делаете, мы им говорим, подожди, посмотри, у тебя выгружено за месяц 300 вариантов, ты не обработал ни одного или три, три обработал, три сыграли, работай сам, как говорится, поактивнее. Итого, и вот тут мы подошли к главной цели всего повествования, в ключевой ситуации, учитывая, что мы находимся в среде финансистов, мы говорим про финансовый план. То есть, здесь я еще раз скажу, что мне не доводилось поработать в компаниях, в которые были отдельно финансисты, чаще всего этим делом занимались бухгалтера, и я повторюсь, что бухгалтерия, конечно, это всегда закрытая корпорация, которая оперативно сработать, к сожалению, не может. И у меня был опыт, когда я приглашал финансиста, для того, чтобы он мне, ну, вот посчитал, но финансист не смог ничего сделать, потому что введение 1С базы было не таким, какое нужно ему, и он не мог сделать автоматизированно просчитать. Ну, человек, я не знаю, он или не готов был за эти деньги сидеть и вручную считать мои финансовые планы, либо, ну, я не знаю, что там было, или он умеет только так, например, наверное, как правильно, да, чтобы это выгрузилось из 1С, и все заработало. То есть, в результате мы стали делать следующее, мы стали делать финансовый план. Финансовый план изначально был просто табличкой Excel. В этой табличке Excel были выгружены все наши конкурсы, то есть, я имею в виду следующее, все, что нам нужно поставить в следующий период, было разнесено там по объемам, по номенкулатуре, по срокам поставки, и если это поставлено, то там тоже отмечалось, что это поставлено. Мы сделали на нее оболочку, ну, то есть, просто в виде графика, и мы понимали. Плюс, там же были отсрочки платежей зафиксированы. В результате у нас был график. Мы понимали, когда у нас приходят какие деньги, мы понимали, когда у нас какие деньги нам необходимо будет истратить для того, чтобы отгрузить то, что есть, и мы видели кривую, которая говорила, сколько после этого вычитания и сложения у нас осталось денег для работы. В Excel, понятно, ну, это примитивно. Далее мы стали работать на 1С. То есть, вся команда занималась только тем, что корректировала базу 1С. В том смысле, что мы имели к ней доступ, у нас это выгружалось в виде понятных дашбордов, которые мы видим, показатели, там, дебюторские задолженности, сколько выгружено. У меня на столе сегодня мой рабочий стол выглядит как система дашборда, где есть поверхностная информация, она как бы такая самая общая, я могу в любой из них погрузиться, увидеть, что с каждым конкретным тендером, есть инструменты у всех наших там делателей, скажем, есть даже планировщик отгрузок там у того человека, который планирует. То есть, таким образом, мы сейчас подошли к такому моменту, когда вот этот финансовый план, он является оболочкой для 1С, в которой заводится информация правильным, актуальным образом. Если вдруг там что-то не так, это сразу появляется у нас перед глазами, потому что ну там начинают плыть какие-то суммы, я в любом случае я знаю сумму денег, которые я вращаю. Как только у меня там начинает дебиторка как-то отличаться, я понимаю, значит, где-то что-то неправильно разнесли, или у меня должна сумма моей дебиторки плюс мои склады там плюс то, что в дороге равняться всему моему капиталу. Как только я там не вижу этих денег, я понимаю, что где-то что-то ошиблись. Ну и так далее. Мы сегодня контролируем эту ситуацию. Не идеально. Нам мы еще далеки до идеала. Сейчас вот мы там дорабатываем, это все проходит в спорах. С той же самой бухгалтерией они часто очень недовольны из-за этого остаются, что вмешиваются. Мы начинаем понимать, мы можем не только ее увидеть информацию, но еще и сказать, что она неправильно занесена и откорректировать. Итак, результатом этой автоматизации. Мы вот все общие, про которые я говорю, немножко сумбурно. Просто я собственник, условно говоря, я за все волнуюсь, я перепропустил все это через себя. Ну и того. Мы сегодня имеем тендерщиков, которые за первый год автоматизации обработали невероятные для меня 7000 тендеров. То есть это все 100%, какие мы хотели. То есть это 20 в день. Вы представляете, то есть из которых мы отыграли полторы тысячи и победили в 111. Ну, условно говоря, там. То есть вы понимаете, получается, что 7000 и 111. Ну, то есть это никогда бы не обработали на человеческом факторе такой объем. Мы видим директора, ну, в данном случае меня, который видит в каждый момент времени свои деньги. Где они? Как ими можно пользоваться? И видят и провалы в том числе. Превентивно принимаем меры. Мы только что столкнулись с ситуацией, когда у нас клиент магнил, магнит, вдруг решил нас почему-то там слегка замочить и стал нам выгружать разнарядки на отгрузку поверх того, что было договорено. То есть был некий план, но у него в тендерной документации сказано отгрузка по разнарядкам. Ну, подразумевалось, что это равномерно на год. И вдруг, а у них пошла торговля, был карантин, все вы знаете, что там, все мы ходили в магниты, много чего покупали, видимо, у них, они не на продаже для своей отчетности. У них выросла отчетность, они стали в разы больше бумагу покупать и они выкинули на нас в апреле дополнительную разнарядку, которую мы не в состоянии были отгрузить, но мы были в состоянии объяснить своему производителю, в чем дело. Мы показали, что у нас нет финансового разрыва. Вот все наши деньги, вот наши контракты, вот на что мы рассчитывали, и вот дополнительная разнарядка. И мы получили от них дополнительных 50 миллионов ну, скажем, кредитования, назовем это так, там немножко другая схема, но тем не менее. Да, на 60 дней мы их получили для того, чтобы мы смогли выйти из кризиса. Но мы их получили, потому что мы достоверно смогли продемонстрировать, почему у нас такая ситуация возникла. Ну, вот, собственно говоря, моя часть закончена, то, что я хотел сказать. Более подробно обо всем этом расскажет вот с точки зрения техники Ренат, у него есть специальная презентация по этому поводу. Ну, единственное, что, наверное, осталось ответить на вопросы, которые возникли, да, там в процессе, как на них посмотреть только. Давай, я их могу зачитывать, а ты на них тогда отвечай. Давай. Вопрос номер один. Андрей, добрый день. У вас сейчас несколько бизнесов или сконцентрировались на одном? Несколько. Во-первых, у меня есть бизнес, я произвожу брикеты. Это просто брикеты из опилок. У нас есть под Москвой финская компания, которая делает паркет, и отходом их производства является дубовый опилок. Он лучше, чем сосна, он более плотный. Мне пришлось под европейский стандарт уменьшить размер брикета, чтобы он соответствовал стандартам. Это один бизнес, который я тоже тяжело поднимал и много получил претензии от собственной супруги в связи с тем, что иногда я приходил на выходные с тысячей рублей, потому что мне нужно было заплатить за свет, за склад. Ну, там очень сложно все это шло, мы не то оборудование купили. Это одна часть. У меня есть сегодня бизнес, мы пытаемся развивать экологическую упаковку, то есть мы купили три больших машины, которые являются стартом для любого бизнеса, то, что сделается из бумаги, это там бумага, машина, которая режет большой роль, большие роли, это машина, которая может нанести в четыре цвета краску, это машина, которая может порезать в лист. Что касается внутри, это вот два производства, о которых я говорю. У меня есть бизнес, который занимается химической продукцией, там, ну, это давняя история, которые я развивал тогда параллельно с бумагой, они сейчас имеют стабильных клиентов, там, одного-двух, не требуют вмешательства, там буквально полтора менеджера работают, то есть один менеджер и один бухгалтер на несколько компаний. То есть есть разные бизнесы, да. В группе компаний мы развиваем те бизнесы, которые помогают, ну, которые помогают друг другу, ну, то есть, условно говоря, бухгалтерское обслуживание, сопровождение мы развиваем как отдельный бизнес, логистику мы развиваем как отдельный бизнес, Тендерные услуги как к отдельной бизнесе. Ну, вот так примерно. Следующий. Второй вопрос. История про палеты, которые сгружались частично с вагонов и бесплатный транспорт. Соответственно, были ли эти палеты реально испорчены или это был такой ход? Это был ход. Конечно, они не были испорчены, но это была возможность. То есть, условно говоря, вы понимаете, гнать под клиента бумагу в Хабаровск, который, может быть, ее там не возьмет, нереально. То есть, условно говоря, я, предположим, говорю там, палеты пронумерованы. Я понимаю, условно говоря, что мне нужно организовать пять палетов в Хабаровске, чтобы их продать. Я туда транслирую в процессе хода вагона, что там бумага, например, там загружена там, ну там, или не та, или что-то. Они мне пять палетов это в сторону отодвигают. Там пишут так, что пять палетов не приняты. В следующей партии я им довожу, они их принимают. Эти пять палетов я их продал. Я же не подпорченную бумагу продал. Конечно, я ее, как я буду завоевывать доверие клиентов, продавая подпорченную бумагу. Это был просто ход. Когда внедрялся тайм-менеджмент на тот момент? Какие были обороты в компании? Сколько людей работало? Тайм-менеджмент внедрялся в компании, когда в ней было четыре человека, условно говоря, это был наш, условно говоря, айтишник. Он же являлся логистом. То есть, ну, какой он айтишник? Он размещал рекламу о нас в интернете. Он же являлся логистом. У нас был, мы вдвоем два партнера, у нас, и у нас был бухгалтер. Собственно говоря, тот бухгалтер, который сегодня руководитель нашей компании, службы финансовой безопасности. И, нет, тогда у нас уже появился, все, еще один человек. Уже человек, который первый айтишник, он уже занимался только логистикой, а к нам пришел айтишник, все-таки, который там поддерживал, ну, там, создавал рекламу, у него было много скилл всяких, поэтому было, условно говоря, пять человек. И моя одноклассница, она работала тоже как бы с нами, можно сказать, потому что тайм-менеджменты выглядели так. Я приезжал пять часов вечера, из другого места мы садились, и в режиме онлайн до одиннадцати отрабатывали. То есть, это было не преподавание, тайм-менеджмента, а на, ну, на, как бы, в рамках тайм-менеджмента обсуждение реальных наших кейсов, что мы сделали, у кого что получилось, что не получилось. То есть, это был такой подробный, подробный тайм-менеджмент, который мы там, он длился, ну, спасибо, я еще раз говорю, моей прекрасной однокласснице, которая согласилась это тянуть. Ну, вот так. Это была некая программа, которую мы прорабатывали. Два раза в неделю у нас он был. Вот так. Четыре человека и примерно сорок миллионов рублей мы, мы, наш, ну, примерно наш оборот был, скажем так. Если говорить про годовой, то не знаю там. Дальше. Что касается айпадов, правда ли они все были куплены для сотрудников, и календарь был один на всех, или у каждого свой? Они были куплены специально для сотрудников, да, они были не самые навороченные куплены, а те, которые там, ну, по минималке можно было в тот момент купить, календари были у каждого свои. То есть, вот если вы посмотрите в свой календарь, то там есть варианты, их завести несколько. Соответственно, эти несколько календарей, у меня так они и есть. Этого, этого, этого человека. Сейчас мы их уже упразднили, потому что, ну, бизнес-модель не позволяет, это очень муторное дело, скажем так. Тогда они были больше нужны для того, чтобы люди сами начинали понимать, чем же они занимаются. Вот. Айпады специально для людей, календари разные. Какие функции на текущий момент ты выполняешь в компании? Я сам. Да. Я директор компании. Какой функционал? Какой у меня функционал? Ну, вы знаете, я, скажем так, ну, я слежу за, глядя в свой дашборд, я слежу, чтобы не было перекосов, скажем так, да? Ну, давайте так. Я сейчас занимаюсь только развитием бизнеса. То есть я смотрю, чем занимаюсь, я слежу, чем занимаются мои люди, и я предлагаю им какие-то варианты, я пытаюсь искать, я их подвигаю на то, чтобы они не сидели на месте, а искали сами варианты. То есть некое менторство, скажем так. Тут часть вопросов про программы, про них, я думаю, расскажу сам, что у нас там сейчас используется, какие из программ. Отдельно про финансовые функции. Их выполняет бухгалтерия? Да. Что значит финансовые функции, их выполняет бухгалтерия? Вот тут вопрос в чем? Финансовое планирование сегодня выполняю я. То есть я имею в виду, что куда какие деньги. Но смотрите как, есть штатная ситуация. Условно говоря, на сегодняшний день любой тендерщик, вот мы просчитали, увидели тендерщик, он нам подходит, он нам подходит одним из этапов. Вот мы изменили, вот я писал этот текст, я писал месяц назад. У нас в течение этого месяца случился определенный сбой вот с тем самым магнитом. Мы пересмотрели алгоритм и одним из этапов передачи в тендерботе информации является передача ее, ну вот конкретно в данном случае к Ренату. Он просто смотрит, есть на период этой поставки, он смотрит на срок этой поставки, когда ее нужно совершить. И смотрит в графике, есть ли на тот момент деньги для того, чтобы сделать эту поставку? Только после его добра тендер играется, скажем так. Поэтому, наверное, если вот в этом ключе, то это делаю я и Ренат, предположим. Но есть большие проекты, на которые нас просят выйти, иногда наши товаропроизводители. Так вот было, ну конкретно тот же самый магнит был тоже по их просьбе сделан, потому что, ну там была сложная у них какая-то ситуация, и они понимали, что мы достаточно лояльны, оперативны, и можем это дело потянуть. И вот тут возникает вопрос, а мы можем или не можем? Вот тут уже, естественно, что это я должен принять решение, потому что мне потом разгребать, если мы садимся в яму. Дальше, видимо. Андрей, у вас чувствуется задор предпринимателя, поэтому все и получалось, несмотря ни на что. Ваш партнер такой же? Вы изначально вдвоем начинали? Итак, смотрите, у нас сегодня Ренат является тоже нашим партнером, мы его пригласили, он много сделал, он погружен. Если мы говорим, вот про какого партнера мы говорим? Значит, у меня есть партнер Михаил, все люди, которые со мной работают, на 10 лет моложе меня. Поэтому это должно уже им задавать определенный задор. Я хочу сказать, что мне приходится их воодушевлять. Прямо скажу, нет, таким задором они не обладают. Но, наверное, вот это и есть моя функция, одна из моих функций, их воодушевлять. Он скрупулезный. Собственно говоря, в какой-то момент мы с ним посоветовались и решили, что мы делаем из него тендерщик. Он разбирается во всех поставщиках, в мелких, в каких-то производителях. У него есть талант разговаривать с людьми по процессу, чтобы соблюдались условия, чтобы там перекосов каких-то не было. Ну, в общем, как бы он занимается нашими поставщиками и сложными поставками, когда мультимодальные поставки, когда в одном конкурсе играется много разных товаров, которые нужны. Мы на сегодняшний день играем очень широкую номенкулатуру. У нас есть кейс, когда мы подались на лот. То есть со временем нашим товаром стала не только офисная бумага, но, например, туалетная бумага и туалетные полотенца. Мы стали регулярно их выигрывать. И для того, чтобы один из заказчиков, чтобы закрыть от нас этот объем, взял и включил в следующем году в этот лот моющие средства. Нет, не моющие средства, а кучу всякой этой шахматы, шашки, какие-то стаканы, лопаты, то есть хозяйственную, хозяйственную номенкулатуру. Мы пошли в ПАС, решили, что мы уверены были, что разобьем, потому что год назад разбивали такой лот. Но за это время Газпром отстоял один из лотов, что якобы у них деньги свои, негосударственные, и они могут играть, как хотят. И на основании, они в высшем суде отыграли, проиграв два предварительных суда. И ПАС по прецедентному, условно говоря, праву, не разрешил разделить этот лот, вернее, не принял такого решения. В этой ситуации мы вынуждены были подготовиться к этому лоту, то есть было 80 позиций. 80 позиций мы подготовили за 5 дней, два из которых было выходных, и у нас есть там скриншот некий у Рината презентации, мы подались за 10 секунд до, мы не красовались, мы реально так успели, вот прям, подались и нас допустили. Нет, нас еще два раза пытались не допустить, но мы все-таки допустились. Я хочу сказать, что у нас есть широкая номенклатура сегодня уже, которая требует серьезного менеджмента, внимательного отношения, построения отношений, и мой партнер вот занимается скрупулезно, продумано этими моментами. Я ношу флаг им впереди. Отсылка к истории, когда был сокращен полностью отдел продаж. И вопрос, почему они стали перестраивать другие направления, чтобы вывести на прибыль, а решили, что лучше совсем от них отказаться? Потому что мы для себя стали понимать, что этот сегмент, у нас не было мало продаж, у нас были дешевые продажи, то есть мы просто для себя понимаем, что модель, вот это не, то есть есть такое выражение толкаться с жопами, извините, зачем мы будем толкаться с жопами, где мы зарабатываем три копейки и еле-еле отбиваем свой маркетинговый бюджет, когда мы увидели, что у нас бюджет одного тендерщика, его зарплата там 60 тысяч, например, и при этом за три месяца работы он принес нам миллион рублей. С другой стороны, мы увидели, что работая в тендерном канале, мы сделали следующее, что мы, как мы предлагаем, ну у нас, условно говоря, не все можно говорить, но тем не менее. Итак, для одного из наших клиентов, для того, чтобы убедить его в том, что нужно сделать дополнительную скидку, мы вынуждены были отыграть 10 лотов с той ценой, по какой мы ее смогли отыграть. И мы ему продемонстрировали, что вот, мы готовы работать, мы даже готовы вложить денег, но цена твоя не проходная. Это его убедило, он сделал нам дополнительную скидку, мы получили товар, с которым мы стали играть и зарабатывать на нем. А тут получается, ребята, понимаете, идут, чаще всего продажники, к сожалению, со временем становятся ленивыми, и они делают так, они приходят в понедельник, продают всем все, короче, почем, кто купит, и дальше неделю курят бамбук, условно говоря. Зачем париться, обзванивать, а может быть, кому-то можно продать на 10 копеек дороже, а там реально так, что вот этот твой выхлоп, он максимально может принести 50 копеек, и в цене сегодня на бумагу 200 рублей, это просто какая-то ерунда. То есть, мы просто не увидели для себя перспективы в этом, потому что там было много игроков, которые 15 плюс лет занимаются этим. Их клиенты, кроме бумаги, подкреплены еще и канцелярией. И поэтому это не позволит нам бороться с ними. Что касается аукционов, на которые приглашали клиентов в качестве поощрения, могла ли быть там стартовая цена на аукционе ниже, чем себестоимость? Нет, конечно нет. Она, ну а зачем, собственно говоря, то есть она, мы ее делали чуть-чуть совсем выше, чем себестоимость. Что касается IT-систем, все ли отделы подключены к единой IT-системе или у каждого своя система? Как это? Нет, я просто хочу сказать, засомнимался немножко в чем. Я хочу сказать, что вроде все отделы подключены, но сейчас думаю, о чем мы говорим, да, по большому счету, смотря о чем мы говорим. То есть смотрите, условно, вот каждому из них, они у меня, они подключены в единую систему. Я, у меня моя система управления управляет всеми, я вижу их всех. У каждого из них есть свой функционал и доступ к тому, что нужно конкретно ему увидеть. Вот такая история. Отдельно вопрос про программы. В какой программе работает бухгалтерия? Ну это, видимо, в рассказе уже было понятно, что в 1С они на текущий момент у нас работают. И вот электронный задачник, чья это именно на разработка и как переучивали коллектив со старого режима работы на новый? Это было, возникло почти сразу. Мы нашли, просто нашли задачник, который удовлетворял нашим требованиям. Мы не сразу понимали некоторые вещи, которые необходимы. То есть, ну вначале вам кажется, что у вас, ну мы же единомышленники, ну у нас же всего 5 человек, ну мы же кроме этого задачника вообще еще разговариваем, он больше был некий фиксатор. В том смысле, что мы работали, съезжались, вот я говорю, на этот свой тайм-менеджмент и по 5 часов сидели, где мы все обсуждали. По результатам этого возникало, например, там 15 задач, которые нужно реализовать в следующие 2 дня. Они распределялись между всеми по задачнику и всем было понятно, ну раз у Пети записано, значит Петя ответственный. Ну а по срокам всем было понятно, следующий тайм-менеджмент это и есть сроковое выполнение. Со временем это все стало нивелироваться и стало понятно, что нужно обязательно исполнителя. Сегодня это система, то есть я пишу задачу, кроме того, что я назначаю исполнителя, у меня еще есть в задачнике разделение, то есть это такая компания, это такая компания. Все мои компании в этом задачнике я у себя вижу. Захожу, посмотрел, я вижу, какие задачи ставит руководитель этой компании своим подчиненным, как они ими обмениваются, где застапливаются, что останавливается, то есть, но необходимо совершенно, чтобы фиксировалось, еще раз говорю, кто исполнитель и какие сроки исполнения. И за эти сроки очень жестко людей мучить, скажем так, какое-то там выражение такое, максимально лояльно. Что касается самих. Их надо, для того, чтобы их научить, нужно работать над этим. То есть, условно говоря, для того, чтобы у себя этот задачник внедрять, вы должны или сами четко для себя определить, что я ежедневно вечером перед сном сажусь и проверяю эти задачи или не знаю, как там построено у вас, может быть, вы там утром наоборот просыпаетесь и перед поездкой в офис, если вы руководите, шерстите все это. Я делаю следующее. Я утром сажусь в машину, я поскольку не за рулем с водителем, я сел и пока я еду полтора часа до офиса, я в это время студирую задачи своих сотрудников, приезжаю я уже заведенный, условно говоря, понимаю там, кто что, кому что надо сказать, кто еще что там недопонимает и так далее. Нужно контролировать обязательно. Был момент, когда в середине, когда у нас закрылся вот этот наш производитель, мне нужно было решить вопрос, где я буду брать бумагу. Я четыре месяца этим вопросом занимался и все мои IT-ресурсы просто умерли, потому что я их не контролировал. Я, пожалуй, тут немножко дополню, именно что касается программного обеспечения. Мы изначально в качестве задачника использовали вандерлист, про который уже говорил Андрей, но вот 6 мая он успешно был закрыт и мы очень долго искали, на что же перейти, начали искать это все в начале года, потому что информация о закрытии систем появилась в начале года и на тот момент уже понимали, какой функционал конкретно нам необходим. Потому что понятно, что есть, например, базовые истории, которые чаще всего используют это Outlook какой-нибудь или сервер на эксченже или локальные какие-то задачники, но мы уже для себя поняли, что, во-первых, нужен функционал, когда можно комментировать задачи. То есть, если у вас к одной задаче подключено сразу несколько людей, то важно, чтобы каждый из них мог отметиться в этой задаче, написать какой-то комментарий, добавить в нее файл и, естественно, могли использовать стандартные какие-то системы, которые уже существуют на рынке Трелла или, может быть, Асана айтишная система, которая более всего подхожа на управление проектами. Но вот в итоге мы на текущий момент выбрали ZenKit. Собственно, в чем у него есть преимущество? В том, что, во-первых, он работает на всех системах, а, как уже сказали, у нас у всех есть айпады, даже после того, как компания разрослась, и если изначально там у нескольких людей были айпады, то сейчас они все равно есть у всех, и на этих айпадах есть система, и на телефонах, и на локальных компьютерах, и все это работает в облаке. Соответственно, неважно, где человек находится, он в любой момент может зайти, увидеть, какие у него стоят задачи, кто что прокомментировал, как с этим можно работать. И вторая история, которая очень важна в таких задачниках, это возможность внешней интеграции. Про саму интеграцию, как вот мы 1С туда добавили, как мы добавляли TenderBot тот же самый, да, это наша разработка, я тоже, может быть, чуть-чуть расскажу. Ну, пока следующий вопрос, видимо, вопрос от человека, который работает в очень крупной компании, вопрос следующий, а зачем ходить с вопросами к рядовым бухгалтерам? Для этого есть руководитель, то есть главный бухгалтер, есть экономист, и можно создавать рабочие группы. Значит, смотрите, ситуация такая, я к бухгалтерам рядовым не хожу. У меня, для меня, бухгалтер, это один человек, это руководитель моей бухгалтерии. И этот бухгалтер, руководитель моей бухгалтерии, если вы имеете в виду, вы думаете, что мне дают плохие ответы, условно говоря, или какая-то неправильная статистика из-за того, что я хожу к дуракам, нет, к сожалению, я считаю, что это от того, что ну, от несовершенства прежде всего 1С-базы, которая ведется, я имею в виду, от несовершенства ведения ее в какой-то момент. То есть, мое представление как бизнеса, оно одно. Представление бухгалтера как бухгалтера другое. И в этот момент, когда мы встречаемся сегодня, раньше мы все это обсуждали за единым столом, когда было мало людей. Сегодня мы собираемся в группы, естественно. То есть, у нас есть там, институт такой, когда мы там, у нас есть совет некий высший, где мы собираемся и обсуждаем какие-то вопросы. И даже свои бизнес, идеи какие-то, она все равно, она описывает их по-другому, она относится к этому очень внимательно. У нас прекрасный совершенно бухгалтер. То есть, нет, я хожу к главному человеку в этой нашей среде, скажем так. Но тем не менее, все равно эти ответы не всегда такие, какие я жду. Не всегда так быстро, как я хочу и так далее. Может быть, немножко сумбурно на этот ответ. Я не знаю, там еще какая-то подоплека есть, Ренат, или нет, которую я не понял. И еще вот один вопрос только что пришел. Андрей, а как кризис сказался на разных ваших бизнесах? Итак, кризис, вот этот пандемический кризис имеется в виду? Судя по всему, да. Вы знаете, условно говоря, я говорю, что вот эта вся история, которую мы рассказали, она позволила нам вытолкнуть людей всех на удаленку буквально в середине марта. Мы не боялись этого, мы это могли сделать именно потому, условно говоря, благодаря электронному задачнику. мы по что касается тендерного конкретно бизнеса, то он никак не пострадал. Мы очень, другой вопрос, очень внимательно мы следили за дебиторской задолженностью, мы следили за тем, чтобы она не росла. И у нас все было вообще прекрасно до майских праздников, и вдруг в майские праздники у нас задолженность из сколько у нас процентов она 3% была, да, предположим, она вдруг стала, например, 6, нет, 9, например, да, так, нет, 10 это уже много, нет, по 5 скорее, то есть у нас примерно сейчас в районе 2 она идет, а вдруг она стала 5%, соответственно, мы тут заволновались, скажем так, да, но это просто, слава богу, это оказалось просто веяние майских праздников, некоторые компании попытались не платить и прикрыться вот этой пандемической ситуации, мы написали им грамотные ответы, которые, в которых говорилось, что, ребята, вы не можете опереться на пандемию и мы получили свои деньги. На сегодняшний день мы видим, что у нас дебиторка не растет, бизнес работает. Что касается, ну, условно говоря, в брикетах вообще получилось достаточно странно, потому что этот год был теплый и у меня обычно цикл этого бизнеса такой, что производится в конце зимы, всю весну и все лето производится товарный запас, потом в августе он разом оплачивает, его выкупает весь товар законтрактован Европой. Его выкупают разом и приходит большая сумма денег. В этом году я не получил ни копейки, было тепло и мы не продали брикеты, условно, при том, что мы переобулись на более производительные станки и нам нужно было возвращать, там на полгода у нас была отсрочка платежа, нужно было платить. И вдруг вот сейчас в эту пандемию, причем как раз в те моменты, когда там нефть падала, вдруг немцы купили тысячу тонн брикетов. Совершенно неожиданно, то есть тут для меня стало сюрпризом. Что касается бизнеса производства бумаги, то в данном случае сейчас пока они нарабатывают для меня объем, у нас в тендере есть некий товар, который нужно производить из больших ролей, они сейчас занимаются перемоткой и подготовкой для меня этого товара, производства, поэтому отсутствие вот этого потребительского рынка, который мы планировали, у нас еще и не было такого товара, но мы оказывали услуги. Это все умерло, вот потребительские товары, они умерли, но мы производим то, что нам нужно для своих тендеров. То есть у нас как бы вот эта связка, которая есть, она помогает, один бизнес помогает другому, скажем так. Что касается удаленной работы, вот буквально сегодня было сообщение, что мы возвращаемся в офис, и тут вопрос, всех ли вернут в офис? Всех ли вернут в офис? С удаленной работой? Или останутся кто-то на удаленке? Ну, я считаю, что всех вернут в офис, все соскучились. Ну, я вам хочу сказать следующее, если, я понимаю, о чем речь идет, если говорить просто саму историю, да, как говорится, то я бы сделал так, я бы месяц в офисе работал, да, ну, скажем так, да, два на удаленке. Ну, вот так, что я верю, понимаете, люди выпадают, начинают выпадать из культуры компании, люди начинают, появляется сепаратизм какой-то, да, люди начинают, ну, все равно волей-неволей там, ботанику изучать, я не знаю, там, сидеть, в носу ковыряться, то есть, ну, на даче же мы, ну, что делать, да, ну, там, будем полдня работать, полдня саженцы сажать, там, еще что-то такое, все-таки это ощущается, и человек устает, вот, работа дома, она, она на самом деле, вот даже сегодня, мне пришлось там, на всех волевым образом, на своих там, надавить, сказать, так, все у меня просто здесь, вот, четверо детей со мной, живет в конкретном данном месте, и их нужно там было отправить на улицу, там, супругу послать в магазин, и так далее, чтобы разговаривать, ну, вот, чтобы просто провести эту нашу встречу, я думаю, у каждого, а у людей есть там, некоторые живут в однокомнатной квартире, это вообще не сочетается никак, людям нужно, чтобы у них была другая жизнь, поэтому я считаю, что надо работать в офисе, чтобы было две жизни, одна жизнь, это твоя семья, твой дом, ну, и твоя жизнь просто, как бы, социальная, и другая жизнь, это твоя работа, и люди, которые там на работе, поэтому я считаю, нужно возвращаться в офис и работать. Ну, на этом вопросы, как таковые, закончились, поэтому, видимо, давай я расскажу про то, как у нас все это интегрировано, как это у нас работает, и в процессе, если вопросы еще будут появляться, ну, видимо, еще один раунд будет вопросов и ответов. Окей. Да, я, с вашего позволения, ту самую презентацию, о которой была речь, сейчас попробую включить, она в виде демонстрации экрана должна быть, но, соответственно, часть из того, что было рассказано, я показывать уже не буду, но вкратце, так, чтобы было понятно, про что мы, чем мы занимаемся. Понятно, что у каждого бизнес есть свой, у каждого все это работает по своему, но вот в данном случае у нас есть главные три задачи, продажа, закупка и доставка, при том они идут именно в такой очередности, что нам сначала нужно продать, потом все это купить, и потом уже все это доставить. Ну, исходя из этого, у нас, естественно, появляется несколько задач. Первое, что касается той самой доставки, тут уже Андрей рассказал, это тот самый мастер-логистик, который у нас полностью автоматизирован, где есть и поиск предложений, и поиск машин, и поиск грузов, но здесь что важно, мы добавили систему сюда, которая позволяет оценивать сроки доставки, автоматически их подшипывают на основании статистики, на основании того, в какие дни происходит заказ, куда мы все это собираемся доставлять, если это идет там перед выходными, то очень часто бывает, что машина где-то задерживается, если это какой-то другой день, то, естественно, может что-то быстрее прийти, соответственно, у нас система полностью собирает все данные по статистике, это наш, все, что я показываю, все наши собственные разработки, она полностью собирает статистику по всем историям наших доставок, по тому, что сейчас творится на рынке, по текущему спросу, который есть на том же самом АТИСУ, несмотря на то, что на нем цен, может, и нет, но там можно увидеть объемы грузов, которые сейчас запрашивают на доставку, и мы прогнозируем, а сколько же мы можем доставить этого самого груза в течение какого срока, собственно, как сделать так, чтобы привезти нашему клиенту весь товар в крайний срок, что это означает, дело в том, что тут частично Андрей касался этого вопроса истории с той же самой магнитом, когда нам выставили дополнительные разнарядки, на которые у нас свободных денег не было запланировано. Соответственно, к чему это приводит? К тому, что у нас оборотки не хватает, и необходимо ей очень грамотно управлять, чтобы эти самые отгрузки произвести. И вот в этом случае история с планированием вот той самой доставки, она очень хорошо выручает. Второй блок, который здесь важен, это работа непосредственно с производителем, с закупками. И здесь для нас самое главное было это выстраивание партнерских отношений. Дело в том, что изначально, как уже было рассказано, один из производителей просто закрылся, и с тех пор стало понятно, что нужно со всеми теми, кто нам производит товар, кто нам его поставляет, то есть чьим товаром мы торгуем, нужно выстраивать хорошие партнерские отношения, чтобы полностью быть в курсе того, что происходит, и при необходимости получать правильные цены. И для этого один из наиболее объективных таких источников информации это те самые тендеры, которые ведутся по госзакупкам, в большинстве случаев по крупным коммерческим компаниям, и которые позволяют нам проанализировать, а что же творилось в прошлом году, какие были динамики по покупкам, по продажам, по каким ценам чаще всего тот или иной товар был доставлен, и благодаря сбору данной информации мы можем нашему производителю предоставлять объективную информацию и с ним уже каким-то образом договариваться о том, что же нам поставят и в какие сроки. Так, например, одна из историй была, это 2018 год. Мы в течение двух недель проанализировали порядка трех тысяч тендеров за прошлый год, в которых была бумага. Собственно, это было необходимо для того, чтобы понять, по каким ценам эту бумагу играют, кто есть основные покупатели, кто есть основные поставщики, каким образом идет динамика спроса, есть ли сезонность на рынке и так далее. Естественно, что если бы мы все это делали своими собственными руками, то здесь бы у нас ничего не получилось, ну или заняло бы это месяца два-три, и информация бы уже заведомо устарела. И вот здесь нам на помощь пришла такая штука под названием краудсорсинг. Ну то есть, я надеюсь, что вы слышали, что это такое, привлечение людей со стороны, которые выполняют достаточно маленький объем информации, требования к специализации этих людей достаточно низкие, главное написать грамотно задачи. И, собственно, вот сама задача по сбору информации, по ее структуризации относительно всех тендеров, которые были проведены за год, она была переложена на руки, на головы, в данном случае все-таки на руки этих самых аутсорсеров, фрилансеров или краудсорсеров, которые всю эту информацию проанализировали. И в качестве иллюстрации весь бюджет на этот проект составил всего лишь 10 тысяч рублей. Ну а то есть, представьте, если бы мы взяли просто специалиста, который бы целый месяц сидел за компьютером, просматривал все тендеры, структурировал как нужную информацию, на минимум 50-60-100 тысяч рублей ему заплатить, месяц потратить здесь 10 тысяч рублей, и это одна неделя на подготовку, на подготовку платформы и неделя на то, чтобы люди, собственно, поработали. Ну и вот две недели 10 тысяч рублей это цена сбора информации за целый год. Поэтому здесь очень важно, когда вы начинаете работать с большими данными, уже обращаться за достижениями науки последних, скажем так, и привлекать индусов, людей из ближнего, из дальнего зарубежья, которые готовы за очень маленькую копеечку выполнять нужную вам работу. И третья часть, та самая большая, про которую, может быть, говорил Андрей, вот что касается закупок, точнее продаж, это вот тот самый тендербот. В нем, как уже было сказано, есть сразу несколько шагов, такая воронка, на которой все у нас происходит. Естественно, это наша собственная разработка, которая с основных сайтов, на которых выставляется информация про закупки, собирает всю информацию по интересующим нас тендерам, по интересующим словам, которые присутствуют в тендерной документации, после чего происходит несколько шагов. Первый шаг, грубый отсев. Там, на этом шаге, расположен специальный специалист, специальный специалист, человек, который базово смотрит, а вообще тендер про нас не про нас. И после того, как грубый отсев произошел, дальше уже начинается более точное прогнозирование. Соответственно, как было сказано, есть финмодель, которую уже посчитали, опробовали с точки зрения стоимости наших денег, стоимости доставок, стоимости банковских гарантий и всего прочего. И этот самый тендербот нам позволяет очень быстро отслеживать все существующие тендеры, быстро принимать решения. Потому что по большинству тендеров в сроки, в которые мы укладываемся, это буквально 2-3 дня, с момента, как тендер был объявлен, до момента, как у нас уже есть готовые документы, которые мы подаем на этот самый тендер. И вот то самое колесико, про которое говорил Андрей. И еще одно. Как оказалось, что вот в этой вот изначальной схемке, где есть продажа, закупки, доставка, есть самое главное, скажем так, пробелы между этими блоками. То, что происходит между продажами и закупками, закупками и доставкой и всем прочим. Собственно, наши внутренние процессы. И вот здесь мы начали сталкиваться с наибольшим количеством проблем, которые выливались в то, что при увеличении объемов продаж, при увеличении номенклатуры, при росте количества клиентов, контрактов, у нас начались внутренние коллизии. Ну, соответственно, дело в том, что каждому человеку было удобно вести, несмотря на то, что есть 1С, свою собственную некоторую эксельную табличку, в которую он добавлял свои какие-то данные, что-то он для себя считал. И вот каждый опирался на свою табличку, верил только ей и не верил никому, кроме этой таблички. Как только, возвращаясь к вопросу, приходили к главному бухгалтеру с вопросом, а что у нас там с деньгами, что у нас, может быть, с отгрузками, с какими-то планами по финансам, с чем-то еще, то начиналось буквально следующее. Ко всем обращались за этими самыми табличками, пытались эти таблички каким-то образом в единое целое свести. Естественно, появлялись разночтения в данных, кто-то учитывал товар по НДС, кто-то без НДС, кто-то учитывал товар в пути, кто-то уже запланировал, что вот это он отгрузил, поэтому у себя в табличке он это списал. Ну и, естественно, данные плюс-минус трамвайная остановка у нас появлялись, что, естественно, не устраивало. Поэтому первое, с чего мы начали, это сбор всей информации и приведение ее в какой-то хотя бы более-менее едино-стандартный вид. Один из постулатов, который мы, скажем так, исповедуем, это не ломать работу человека с системой, с которой он привык работать. Ну, то есть понятно, что вот тот вопрос про задачник был, каким образом вы всех перестроили на задачник. Ответ никак не перестроили, потому что изначально людям сказали, вот ваш задачник, и с него все начали строить. То же самое на текущий момент люди привыкли кто-то работать в 1С, кто-то привык работать в Excel. Сделали буквально следующее. Для каждой из систем, с которыми люди привыкли работать, построены интерфейсы. И данные собираются воедино. Соответственно, человек может ввести свою табличку, к ней есть небольшой интерфейс, который позволяет сравнить, уже грамотно оценить все данные, которые он там у себя завел, по сравнению с учетными данными. И в этом году у нас провозглашен новый принцип под названием «бой табличка». То есть мы уходим от всех Excel-ных историй и в качестве основы для хранения информации, для переработки информации используйте 1С. И мы начинаем наращивать функционал, который в ней есть. Собственно, там мы начинаем планировать истории с отгрузками, там мы начинаем планировать истории с приходом денег и все остальное. Но здесь сталкиваемся с очередной проблемой. Дело в том, что 1С понятно только тем, кто работает в 1С. Соответственно, если вы руководитель или там владелец в данном случае компании, которая хочет очень быстро понять, а что же происходит, то тогда либо надо разбираться в 1С в ее отчетах, там куда-то заходить, пускай загружать несколько этих отчетов, на них смотреть на цифры, в большинстве случаев это какие-то табличные данные, либо вы опять на них забиваете. Ну, собственно, забивать на данные это не в наших правилах, поэтому следующая история была это все данные систематизировать и визуализировать. Собственно, главная задача при работе с данными это правильно для себя поставить вопрос, а что я хочу? Грубо говоря, на тот момент, когда создавалась наша система, все хотелки, все запросы, которые давали логисты, которые давали менеджеры, которые поступали от владельцев, просто записывались. например, я хочу понимать, какой у меня товар сейчас в пути. Отлично, записали. Я хочу понимать, сколько у меня есть денег. Отлично, записали. Я хочу понимать, сколько мне денег должно прийти, сколько нужно уйти, какой у меня просрочка есть на текущий момент, какая у меня оборотка. Все это записывается в виде вопросов. Далее происходит поиск источников. Собственно, часть информации, часть ответов на вопросы, которые задаются, они есть, но части, к сожалению, нет. Так, например, понять, где будет у меня кассовый разрыв, хватит ли мне моих денег. Каким образом понять? Да, понятно, в 1С в той же самой сейчас есть возможность завести планируемые даты оплат, планируемая дебиторка, свести это все между собой, но какую-то конкретную цифру получить очень сложно. И поэтому дальше, на те моменты, где данных у нас не хватало, мы начинали генерировать свои мат-модели, которые позволяют спрогнозировать все, что нам необходимо. И в итоге, на текущий момент у нас создан тот самый дашборд, про который уже говорил Андрей, где выводится информация про абсолютно все моменты, которые важны, собственно, управленцу. Он выглядит примерно следующим образом, вот сейчас на экране он есть, это всего лишь несколько картинок из реальной нашей системы, это прям реальные скриншоты, которые у нас работают. И вот самая верхняя такая картинка, красивая, с несколькими линиями, это информация о потоках товара, собственно, товар, который планируется поставлять, товар, который уже едет, там есть несколько шагов. А дальше начинается информация о прибыльности, насколько сейчас прибыльный бизнес, какой оборот проданных контрактов, то есть на какую сумму нам нужно поставить, сколько мы уже исполнили. Вот даже сейчас можно посмотреть, исполнение где-то под 400 миллионов. Ну, собственно, это объем исполненных контрактов на текущий момент, ну, не на текущий, где-то на историю, на месяц назад. Детализация по месяцам, сколько мы исполнили в конкретном месяце, да, ну, видно, что это апрельские данные. Сколько планируется использоваться? И ниже вот там дебиторка. Да, кстати, прям дата есть, 27 апреля, значит, выгрузка, этот скриншот сделан нам 27 апреля. Это сумма просрочки, то есть какая у нас есть просрочка, и полная сумма дебиторки. Вот здесь, когда мы говорили про рост дебиторки, я немножко, там, с позволения Андрея его подкорректирую, мы отслеживаем рост просрочек. То есть основная задача, чтобы уровень дебиторки был на стабильном объеме всех наших денег, то есть чтобы нам всегда были должны все, что у нас есть. А вот что касается просрочки, мы ее, естественно, отслеживаем таким образом, чтобы ее процент не рос. И для того, чтобы принимать управленческие решения и уже работать, вот в тот самый задачник, ZenKick, про который я говорю, у нас происходит выгрузка всех задач для менеджеров в автоматическом режиме. Другими словами, утром загружаются данные из аналитических систем в этот самый дашборд. Он смотрит по своим внутренним правилам, куда сейчас нужно грузить. Он составляет финплан на основании рентабельности продаж, на основании штрафов, которые нам могут выставить за просрочку по продажам. Дело в том, что не всегда у нас может там хватить оборотки, поэтому мы, естественно, принимаем решение. А что сейчас важнее? Вот этому клиенту отгрузить, тому клиенту отгрузить. То ли грузить тому, у кого рентабельность выше, то ли тому, у кого штрафные санкции больше. Ну, всякое бывает в нашей компании. И у каждого менеджера появляется задача в автоматическом режиме, что вот сегодня тебе надо позвонить трамк-клиентам, напомнить им, что через три дня у них подходит срок оплаты. У юриста появляется задача, что вот у нас появилось два клиента, у которых вчера наступил срок оплаты, деньги, к сожалению, не пришли. Напиши им, пожалуйста, письмо информационное, и вот тебе все данные к этому информационному письму. То есть там написаны номера разнарядок, номера реализации, даты поставок. Грубо говоря, задача юриста в данном случае упрощается до задачи под названием «Скопируй данные и вставь правильно». Ну и проверь то, что эти данные на месте. Для бухгалтерии тоже выгружается информация, задача ставится про то, что, друзья, вот смотрите, у вас появилась в них складушка, вы купили товары на 100 миллионов, отгрузили на 95. 5 миллионов у вас непонятно где потерялось. Либо вы забыли завести или не успели завести эти реализации, либо вы некорректно поставили какую-то циферку, пожалуйста, перепроверьте. Ну и, собственно, вот этот самый дашборд у нас управляет полностью всей нашей работой с точки зрения управления финансами и управления потоком товаров. На текущий момент в том числе там добавлена система, которая позволяет понять, во сколько товара нужно заказать и в какой срок у наших поставщиков. Грубо говоря, мы знаем, сколько времени уходит на производство того или иного товара, сколько дней нужно заложить на доставку. Помните, я говорил, что у нас система Твоймастери отслеживает, у логистов отслеживает, сколько времени нужно на доставку. Мы знаем, когда нужен товар клиенту, и автоматически у менеджеров, которые отвечают за закуп товара, появляются задачи. Дружище, вот тебе прямо сегодня нужно заказать там 10 рулонов, ну не рулонов, там 10 палет или там несколько вагонов туалетной бумаги. Вот тебе нужно заказать несколько вагонов обычной бумаги, заказать какой-то товар, секой-то товар. И это нужно сделать, начиная с сегодняшнего дня, в течение трех дней, для того, чтобы мы уложились в деньги, мы уложились в сроки, чтобы наш клиент был хэппи. Собственно, примерно так работает вот та самая наша внутренняя система, наш дашборд. Итак, это вкратце. Андрей, жду тебя, пожалуйста, вернись назад. Я вижу, что здесь появились дополнительные вопросы. Итак, читаю вопрос. Почему разрабатывали свою программу, не взяли готовые рабочие решения? Ответ очень простой. Дело в том, что готовые рабочие решения, которые существуют на текущий момент на рынке, предполагают, что нужно переучивать, во-первых, персонал под этот новый продукт, и, во-вторых, необходимо подгонять в большинстве случаев свой бизнес-процесс под то, как его задумали изначально разработчики данного программного обеспечения. Естественно, есть на рынке очень много гибких подходов, которые, как конструктор, можно настроить все, что угодно, но дело в том, что эти подходы, во-первых, очень дорогие, а, во-вторых, зачастую закрытые. То есть, если мы вдруг решим расширить нашу систему, каким-то образом ее дополнительно начать, ввести какие-то новые элементы в процесс, то автоматически нам необходимо обращаться к вендору, к производителю этой системы, платить ему дополнительные деньги за поддержку, и он нам начинает что-то в каком-то объеме дорабатывать. И, естественно, это все может затянуться на длительные достаточно сроки. Что, во-первых, минус? У нас с притчевой языцах мы внедряли в течение полугода систему Диадок. Это система электронного документа оборота с одним из наших клиентов. И, слава богу, мы ее внедрили. Ну, вот полгода шло в следующем режиме. Мы пишем запрос, нам отвечают, да-да, он принят в работу, потом он куда-то уходит. Мы созвонимся с исполнителями, с руководителем исполнителей, руководителем руководителя исполнителей, жалуемся одним, другим, третьим. Но все равно как-то особо быстрее процесс разработки не происходит. А учитывая, что мы сейчас в стадии достаточно быстрого роста, наращивание новых каких-то отделов, наращивание номенклатуры, наращивание количества контрактов, то позволить себе вот такие задержки просто при работе с подрядчиком мы не можем. Ну, естественно, поэтому мы разрабатываем все самостоятельно. То, что можно использовать на рынке, и то, что имеет какую-то интеграцию и подходит под наши блоки, мы используем, берем с рынка. То, что мы на рынке в нужном нам формате не находим, мы разрабатываем самостоятельно. Девятнадцатый вопрос. Не планируете ли внедрять дополнительные продукты к бумаге? Все больше компаний внедряют в ЭДО, а значит, потребление бумаги будет постоянно снижаться. Вот, Андрей, вопрос к тебе. Еще раз, не планируем что? Планируем ли мы внедрять какие-то дополнительные продукты к бумаге? Да, 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 я понял. Все, дальше я понял, а то первое слово не слышно. Сегодня мы уже можем сказать, что мы не занимаемся бумагой в чистом виде. Сегодня мы, во-первых, у нас есть, я еще раз говорю, линейка TCU. То есть это бумаги, которые используются для личной гигиены. Туалетные, салфетки, что-то еще. Плюс к этому, то есть нас ведет логика самого защиты заказчика. То есть что делает заказчик? Сейчас законы либерализуются. И у него единственный способ закрыться от нежелательного поставщика, это создать в лоте такую номенкулатуру, чтобы мы не могли справиться. То есть таким образом весь последний год мы занимались обучением новой номенкулатуре. И вот когда я вам рассказал про ту хозяйку, нам ее нужно было найти. Что такое подготовиться к тендеру? Это вы должны иметь 80 достоверных предложений от производителя. То есть тендерная комиссия, которая сидит там в той или иной структуре, она имеет право проверить вашу заявку. То есть она отправляет на выбор пяти из заявленных вами номенкулатуры производителям запрос. Вы его указываете, этого производителя. Вы должны указать, кто производит, и марку, под которой он это производит. Заказчик звонит туда и говорит, у вас есть такое, вы производите? Производим. Все, вопросов нет. Если кто-то говорит, нет, мы не производим, мы эту крышку, например, там для люка делаем не такую, а такую, или из пластмассы не того формата, заказчик нас отстраняет. Сегодня монотендеров практически нет. Экономика прячется чаще всего именно в сложных лотах, где замороченные позиции. Мы используем в этом смысле, мы используем также очень эффективно свое производство, вот это бумажное, с тем, что там, где заявляются, ну, у нас был лот, например, где была бумага, два сантиметра туалетная заявлена. Ну, так, на минуточку, да? Ну, и там не поспоришь, нужно или выходить, или не выходить. Ну, и мы заявили, что мы можем произвести на своем производстве. То есть оно нам помогает еще и так. Поэтому наша номенкулатура на сегодняшний день достаточно широкая. Еще раз говорю, что к разряду постоянной номенкулатуры относятся тисию и различные моющие средства. У нас есть клиент, который не мог отыграть два года большой лот, где много моющей продукции, но в том числе есть еще дезинфекционные средства, которые он сам не производит, и договориться с производителями он не смог. Мы ему за 19-й год создали это средство. То есть прямо с ГАЭРку на него завели, то есть пригласили маркетолога, они нам там доработали эту тему, и мы создали продукт. Соответственно, на сегодняшний день, как правда, как ни странно, человек даже отказался выходить на тендеры, потому что дезинфекция сейчас нужна. Мы ему сделали такую дезинфекцию, по которой у нас от Роспотребнадзора. Есть справка, что он от COVID работает. Поэтому сейчас этот клиент не пошел на тот тендер, на который он хотел, он просто взял и стал его производить и продавать в рынок. То есть мы пытаемся, естественно, мы пытаемся уйти в услуги. Мы пытаемся сделать так, чтобы мы диктовали. То есть мы модель, как играть, мы нашли. Сегодня наше предложение на нашем сайте, оно выглядит как именно такое, как тендерные услуги. Ребята, мы можем предложить отыграть вместо вас, за вас или вместе с вами. То есть в зависимости от того, что происходит у производителей. У некоторых производителей, у нас есть небольшой производитель краски, у которого нет банковских гарантий. Ну такая у него история. Он производить может, но гарантии ему банки не дают. Мы выходим от себя, по сути дела. У нас есть клиент, который производит спецодежду. Да, небольшой объем, но уже второй год там мы на метро поставляем его там спецодежду. Поэтому мы пытаемся сделать услуги. Да. Бумага просто наш флагман, с которого мы начали, мы обкатали модель. Вопрос про финансовое планирование. Финансовое планирование ведется от ожидаемых доходов, какие теперь мы используем. Ну тут, наверное, часть я расскажу, каким образом у нас сам Финтлан работает. Ну а часть уже ты дополни тогда, что касается самых главных там параметров, на которые ты сам смотришь. Дело в том, что когда мы выигрываем контракты, важно понимать, да, у нас компания тендерная. Когда мы выигрываем контракт, мы уже примерно понимаем, какой объем денег мы должны вложить, и мы уже точно знаем, по какой цене у нас все это купят. Соответственно, вся история с маржей становится известна в момент этого контракта, в момент подписания контракта. Дело в том, что большинство контрактов подписываются в начале года, то есть вот на текущий момент у нас контрактов на 1,1 миллиарда рублей, и, соответственно, они все подписаны там с января по примерно март, да, апрель, май, июнь. В этот момент мы пока что особо не играем, то есть играем только в высокомаржинальный конкурс, на которых там 7, 8, 10 процентов прибыли есть. Да, важно понимать, что бумага это такой товар, у которого маржа буквально там на копейки идет. И когда мы начинаем этот самый план считать, то мы рассматриваем, в какие сроки нам необходим будет поставлять товар, когда эти деньги к нам будут приходить, и, соответственно, на какую сумму в просрочке мы можем примерно выходить. Там Андрей сказал про 3 процента, реально там иногда может до 5 она подняться, но в любом случае мы прекрасно понимаем, сколько денег нам придет как минимум в ближайшие 2 месяца. Дальше, естественно, план чуть более грубый. У нас горизонт планирования это 1 год. То есть на 2 месяца это точный план, что мы кому и как грузим, сколько есть свободных денег на год, это скорее приближенная история. И вторая метрика, которая используется при планировании, это совокупный годовой оборот, который мы можем себе позволить. Дело в том, что мы знаем срок оборачиваемости своих денег, то есть сколько дней у нас уходит, ну, собственно, все финансисты понимают, что это такое, знаем полностью, сколько у нас есть своих денег, которые мы можем пустить в оборот, одно на другое перемножили, вот мы получили, что, например, у нас x денег мы можем за год обернуть. Ну, естественно, вот к этой сумме вот он главный кипя, что за год вот эти все x денег надо максимум обернуть с максимальной маржой. Вот так примерно планирование выходит. Андрей, какие ты кипя используешь для, собственно, планирования своего? Я планирование своего. Так, ну давайте так, условно, эта ситуация, вот как она выглядит? Я планирую не совсем даже сколько надо отыграть тендер. То есть это автоматизировано. Итак, смотрите, что происходит. тендерщики нашли подходящий для нас лот. Бумага это, не бумага. Я еще раз говорю, мы в этом году сыграли, например, фенополистирол, то есть пробный, причем мы четко зашли в недружественную компанию, где заказчик вот прям совсем нас не хотел принимать. Они, вот это, вот там можно планировать. Почему? То есть, смотрите, бумага поставлена на поток. Вышел лот, мы понимаем, мы обращаемся к производителю, производитель дает, не дает поддержку на этот лот, но ценовую. Дал поддержку, мы вышли, выиграли, все, пожалуйста, если выиграли, занесли его в химплан, и у нас часть денег, которая свободна, она опустилась, их стало меньше этих свободных денег, скажем, в тот момент, когда они нужны. То есть, таким образом, мне нужно только одно знать, у нас там появляются приходы или не появляются. И понимать, с другой стороны, насколько у меня дебиторка, условно говоря, предсказуемая эта дебиторка. То есть, вот сейчас, я еще раз говорю, мы весной, конечно, мы всколыхнулись, потому что мы вроде бы, что произошло? Мы вроде бы отгрузили весь заявленный объем, у нас было там на какой-то период полмиллиона пачек отгрузки, мы в результате отгрузили 600 тысяч пачек, и тем не менее, мы понимаем, что какие-то из запланированных лотов мы не отгрузили. Что же произошло с этими деньгами? Куда мы их делим? Ну и вот тут приходится выяснять, что произошло. А произошло следующее. Оказывается, с начала года производителям, заказчикам разрешили не размещать, не делать график отгруза. То есть, раньше было как? У него тендер на год, и он примерный график дает. В первом квартале столько, во втором столько, в третьем. А сейчас этого нет. Они пишут по заявкам. И теперь, им же нужно исполнять, отчитываться. Они что делают? Они берут и заявляют, объем квартала весь в первый месяц выгружают. То есть, начался у нас второй квартал, апрель месяц, у нас вдруг появляется какое-то нереальное количество разнарядок, и мы понимаем, что мы просто в цейтноте. Почему так произошло? А потому, что нам выдали все в один месяц. А зачем нам выдали в один месяц? Кто-нибудь провел работу с заказчиком? Может быть, ему не надо все в обид. Он просто взял, он написал, чтобы отчитаться. А, я им заказал, а не пусть. Если у него деньги сейчас быстро заплатить, или может быть, у него складские не так велики объемы, ему не надо, это тоже. То есть, нужно разговаривать, переговариваться. Таким образом, скажем так, есть процесса два. Один, который идет помимо меня, он зависит только от наших денег, от прихода. И есть процесс другой, когда у нас там наша пиратская компания притаскивает какую-нибудь номенкулатуру, которая нам не свойственна. По сути дела. Вот здесь, кроме того, что оценить, есть ли на эту игру деньги, вот, то есть, вот у нас был пример, когда мы в мае месяце отказались, да, от большого какого-то конкурса. Есть ли на это дело у нас деньги, а второе, что же, собственно говоря, там у нас по условиям поставки, то есть, какие у него там контракты есть, действительно ли он подписал эту цену, например, на год, а то он отыграл сейчас кабель, у нас есть медный кабель, который мы отыграли, в итоге товарищ поторопился и заказал его, мы уже его оплатили, а потом выясняется, что заказчик его еще не заказывал, и мы его произвели, чтобы просто цена не выросла там, как ожидается, и в итоге он у нас в мае произведен, а поставка его только в июле, мы там выяснили ситуацию, то есть, конечно, бывают какие-то такие моменты, которые надо контролировать, но для меня, я еще раз говорю, что на сегодняшний день для меня главной метрикой является наличие денег на эту работу, то есть, мы следим как, то есть, ну, всем вам известная книга «Цель», в которой там описано то, что главным твоим показателем твоего бизнеса является с какой скоростью у тебя текут деньги, и, соответственно, я понимаю, что мне нужно мои там сколько-то миллионов нужно обернуть как можно больше раз в году, то есть, чем короче становятся у меня сроки с момента, когда я их заплатил до момента, когда я их получил назад, тем лучше для меня, вот это тоже метрика для меня важная. Мы начинали с того, что у нас средняя скорость прохождения была 47 дней, но это с учетом вагонов, которые едут далеко. В результате за год, за прошлый, благодаря автоматизации, мы сделали ее 33 дня, это с учетом того, что 30 дней отсрочка платежа, то есть, мы за 3 дня умудряемся, это благодаря ее до, естественно, мы умудряемся предоставить документы и получаем деньги в срок. Таким образом, вот эта длина моих денег для меня, она тоже для меня важна, я за ней слежу. Сейчас, в этом году, получается так, часть тендеров играется вообще под 15 дней. Изменился закон и ряд, ряд, ну там, по какому-то закону они не могут играть, отсрочку платежа делать больше, чем 15 дней. Сразу, тут же в этом году, несмотря ни на что, у меня раз там упала длина денег до 19. 19 дней, ребят, то есть, если я раньше 30 дней вращал их, то сегодня я их 20 дней вращаю. Ну и разделите на год, получается, что я их еще два раза могу в принципе крутануть. Но здесь главное не заиграться, условно говоря. Еще, естественно, является моментом вот эта дебиторская задолженность. То есть, мы смотрим, ну вот сейчас мы даже пытаемся это вывести в функционал прям четкий, чтобы у нас было понятно, как платят тот или иной поставщик. Ну, исходя из истории уже чаще всего, основная масса контрактов у нас годовых. Короткие контракты, они, понятно, выиграл, через 15 дней поставил, деньги получил, не получил, плохо платят, в следующий раз с этим заказчиком не играют. Вот. Хорошо платят, с теми, с кем год идет, условно говоря, мы пытаемся сейчас выстроить отношения так, что вот у нас был такой заказчик, который там долго не платил, его дебиторка росла по непонятным причинам. Я даю команду не грузить, мне юристы возвращаются и говорят, мы не можем по условию контракта не грузить. Я говорю, ну что значит не можем, ну давайте тогда хотя бы две просрочки, например, и уже эта статистика, чтобы оправдывать, говорить о том, что мы рискуем, работая с таким клиентом. Ну, то есть, вот такие вещи. Итак, длина денег, история платежей клиента, ну то есть, длина этой дебиторки и наличие денег у меня в запасе на тот момент, когда нужно поставить. Это что касается принятия решений по игре, то есть, а вот внутренние решения, там куча всего другого. Спасибо, интересный кейс. Удается ли выигрывать несколько тендеров у одного клиента? Конечно. Конечно, мы их давим. Условно говоря, единожды попав, мы уже его не отпускаем. Ну и они через некоторое время это понимают. Сегодня мы получили предложение от Почты России заключиться с единственным поставщиком. На основе анализа прошлогодних цен всех поставщиков, они выбрали, наша цена была самая замечательная, и сейчас они, ну не по прошлогодней цене, они установили НМЦ, начальную максимальную цену, и предлагают нам заключиться. То есть наша, это при том, что Почту России мы брали так, что там мои ребята говорили, тебя убьют. Там была очень закрытая структура, и мы там разработали определенную систему шагов, которая нам позволила в результате их взять. А сегодня мы основные игроки по Почте России. Ну, по крайней мере, бумаги мы поставляем, ну, наверное, 20% на той, которая покупает Почта России. А тендерные процессы, насколько они сильно различаются в разных компаниях? В разных тендерных компаниях? Да. Ну, то есть, в принципе, в разных компаниях, которые занимаются продажами. Насколько сильно различаются тендерные процессы? Они различаются, очень-очень сильно различаются, естественно. И, ну, то есть, чаще всего, ну, то есть, есть тендерный отдел, Есть его руководители. Надо понимать, что в тендеры играют очень крупные компании. Просто малый бизнес, в принципе. Мы пытались очень многих людей, которые не так уж малы, затянуть в эти истории. Многие отказываются. Есть почему-то ложное представление, что государственные компании не платят, хотя на самом деле все наоборот. И многие боятся. Поэтому там формируется тендерный отдел, начальник тендерного отдела, человек, которому доверяет собственник. И этот начальник тендерного отдела в зависимости от собственных каких-то принятых им решений принимает то или иное. Мы просто показывали, у нас был такой момент, когда мы видели, что компания вдруг начинает играть у нас параллельно с нами и отыгрывает тендеры нипочем. Мы вышли на них и говорим, ребята, вы понимаете, что вы минус играете, что у вас нету такой экономики? Нет, мы все хорошо играем. Ну мы там дошли через секретарей, бенефициару объяснили, что твои люди не умеют считать просто экономику. Они там что-то себе в голове придумали, да даже мы сами. Я же говорю, я был уверен, что мы играем за 5%, в итоге по факту я понимаю 2,5%, а местами был вообще и минус. Потому что не умеют люди считать. И когда это человеческий фактор, ну то он на кнопку забыл нажать, то там где-то забыл цифру добавить, то здесь. А сейчас мы их обложили автоматизированными, ну грубо говоря, калькуляторами, которые там нам подчинены, скажем, мы видим даже, как процессинг идет. Поэтому, да, от компании к компании очень серьезно различаются тендерные процессы. И очень тяжело там как-то это внедрять, потому что чаще всего они, вот тут как бы закрытая тоже такая закрытая штука, куда никто не идет, потому что под тендеры часто специальные цены выделяются, там они достаточно низкие, ну и там вокруг этого много всякой суеты, личных интересов и так далее. Поэтому в нашем случае хорошо то, что бенефицар очень близок к бизнесу, скажем так. И я понимаю, что происходит. Ну, это было, как бы, скажем, на момент построения процессов очень важно. Сейчас как бы ситуация автоматизирована. Что касается производства, вопрос, где оно располагается? Все под Москвой. Одно в Щелковском районе, второе в Калужской области. А я хочу сказать, что это нужно размещать его там, если, собственно говоря, вы планируете, то нужно так, чтобы оно все-таки было доступно для вашего визита, скажем так. То есть, потому что иначе оно начинает жить своей жизнью какой-то. Но и не совсем, то есть, условно говоря, вы правильно, кто-то один человек сказал, что там вы, типа, очень энергичный, поэтому у вас все идет. Но больше даже не в энергетике, а в позитивном отношении и в неунывании. Не получилось так, давайте перевернемся, давайте попробуем так, давайте сделаем так. То есть, людей надо поддерживать. Чаще всего у них есть все внутри, но из-за нескольких подряд неудач человек может слиться, по большому счету. Нужно ему помочь, по большому счету. То есть, вот это и есть мой функционал. Как бы поддерживать их там, ну, морально, да, там, иногда пинать. По каким продуктам помогаете участвовать в тендерах и как оформляете отношения с заказчиком, продукцию которого будете представлять от своего имени на торгах, по итогам тендера? Мы по продуктам, мы делаем анализ. Условно говоря, у нас бесплатный анализ. Ну, я что имею в виду? Имеют автоматизированную систему, мы можем быстро посмотреть, что было в прошлом году по тому или иному товару. Мы имеем метрики для себя, чтобы понять, есть перспектива там или нет. Поэтому у нас нет ограничения с товаром, то есть мы по большому, я же вот сейчас упомянул, условно говоря, и медный кабель, и там и щебень был у нас какой-то, и что-то еще, и пенополистирол. То есть это чисто строительные материалы. Бумаги разные, то есть там бумаги белые, бумаги тисью товары, химия различная, фанера. То есть разбросы у нас, это реально воплощенные кейсы, которые мы, вот, например, с фанерой на следующий год не пошло. Поставщик не смог предложить нормальную цену, не зная, в чем там было дело. Все, мы спокойно повернулись. Ну, ладно, давай, до новых встреч. Будет у тебя лучшее предложение, ну, значит, будем работать. Вот. Поэтому нету такого ограничения. Ограничения только в наших, собственно говоря, возможностях. По какой схеме работаем? Ну, то есть мы говорим, все в ваших руках. Оцените, пожалуйста, цену, да? Какая есть. Какую вы считаете цену победной? Дайте нам эту поддержку, условно говоря, мы там заключим, юристы заключают некий договор о сотрудничестве, в котором прописывают. Условно говоря, я еще раз говорю, что стандартная схема, которая мне нравится больше всего, вы даете, вы-то оценили, что товар по 150, а я вам говорю, нет, я взял, сыграл один лот и показываю. Нет, цена не 150, а 130. Готовы, ну, там, дать, например, 115, и мы будем играть. А все, что выше этого будет, мы будем делить пополам. С тем, чтобы они мне говорят, мы, это один был только лот, там были политические интересы, там человек выиграл, лишь бы забрать. Я говорю, окей, вообще вопросов нет. Дай мне цену, чтобы там что-то, хоть что-то, чтобы оставалось. Мы попробуем сыграть в другом месте, мы попробуем пять раз сыграть. Если ты говоришь, это случайная ситуация, мы отыграем еще в четырех местах, будет 160 рублей. Прекрасно, от 115, от 160, от неем 115, поделим пополам. Если человек, еще раз говорю, есть у тебя, мы можем просто оказать услугу, за которую возьмем определенные деньги, просто, ну, как бы, плату. То есть, да, у вас есть понятный товар, мы вам анализ сделали, ну, рынок широкий, можно играть тендером. Можем от вашего имени играть просто за плату. Например, мы видим, что мы по вашей компании в год сыграем 100 тендеров, да. Даже если мы выиграем из них только 10, то есть, ну, мы вам окажем услугу. Она там пакетная, например, там, столько-то рублей за 10 лотов, которые мы с вами сыграем. То есть, это будет просто деньги, которые вы заплатите за наши услуги. Сыграем вместе. У нас были такие моменты, когда мы играли, выходили двумя компаниями. Мы выходили с кем-то, с тем, чтобы подкрепить. С нашей стороны, например, гарантия идет банковская. С их стороны там товар, он не может что-то там. То есть, мы выбираем эту форму сотрудничества. Нет у вас ни того, ни другого, ни третьего средств. Нет, например, мы сами нашли. У этого заказчика, вот предыдущий вопрос, давим ли мы заказчика того, которого вы уже взяли. Предположим, мы какого-то заказчика взяли. Все, мы стали поставлять. Мы начинаем изучать, что же, собственно говоря, он еще закупает. У нас есть такие варианты, когда мы, например, там, поставляем бумагу. Увидели Почту России, поставляем бумагу. Изучили. Они в год закупили еще на 3 миллиона моющих средств. Мы понимаем, что мы можем, имеем все шансы это отыграть. Идем к производителю, говорим, что ты можешь сделать вот по этой ситуации. Он говорит, вот это, вот это могу сделать лучше, здесь немножко запах изменить, здесь что-то. Мы с бумагой в машину кладем коробку от этого производителя, уже подготовленных специальных средств. Мы можем даже профинансировать, где наклеены ТЗ, уже конкретные ТЗ под этот продукт. Через год выходит лот уже с этими ТЗ. Они попробовали, мы им подарили коробку с 12 моющими средствами, два из них шампунь. Да в какой-нибудь Чувашской республике тетя, которая на складе работает, получив коробку разных бутылочек красивых, она уже богата. Она нам какой-нибудь подруге подарила, там по пользу. Ой, запах неплохой, а нам тут подставляют такое. И процесс пошел. То есть, ну вот, есть разные ходы. Мы, как бы, инструментарием владеем очень разнообразно. И разрабатываем его постоянно. Это тоже наш продукт. Да, ты еще не упомянул, что помимо того, что мы готовы там выйти с чужим товаром, да, помимо этого, мы еще можем привлечь наших юристов в случае, если случилась какая-то несправедливость. Не зря все-таки мы такой большой объем этих самых юристов сейчас у себя держим. То есть, вот в этом плане чуть-чуть расскажи, что мы тут можем как помочь с ФАСом, с судом, со всем остальным. Да, то есть, условно, мы разобрались очень хорошо. Итак, мы вырастили тендерщиков. Это не были тендерщики готовые, мы их растили по тому же принципу, который я вам говорил. Деятельный, руководитель тендерного отдела, деятельный, интересующийся, и он, мы отправляем людей, я там говорил о непрерывном образовании. Любой человек, который придет и предложит, давай, вот я там нашел курсы, можно я туда пойду? Ну, я, конечно, посмотрю, что он там имеет в виду, но чаще всего они идут на это обучение, мы их обучаем. Юрист, у нас был уголовный вообще юрист, мы его переучили в тендерного юриста. Именно победами, то есть, хождением, разбиранием ситуации, мы где-то проигрываем, что-то там не так указали, где-то это. И постепенно информация пришла, то есть, сегодня мы разбираемся. И в тендерном законодательстве очень хорошо, и в том, как думает ФАС, и в том, как думает заказчик, условно. И за счет этого мы понимаем, во-первых, мы видим четко все закрывашки, что мешает человеку выйти на этот лот, почему его не допускают. Там часто глупые ошибки бывают. Внимательно подходим к прочтению, условно говоря, тендерного задания, имеем хороший опыт на это делать. А юристы умеют разговаривать с ФАСом и предлагать именно тот, понимаете, нельзя заниматься шапкозакидательством. Должен быть какой-то один весомый главный аргумент, скажем так. И поскольку степень проработки тендера очень высокая, то есть, ну там, со всех сторон, мы сидим, то есть, тендерщики, вот эта работа в тендерботе, это не все, что им нужно сделать. Ты должен пойдет подать заявку, заявка сложная. Там можно указать, например, они говорят, вот, предположим, бумага, говорят, например, от 85 до 88 грамм, если вдруг в заявке. Какую надо указать грамм? Если вы окажете, напишете от 85 до 88, вас отстранят, потому что вы не разную бумагу, вы с конкретной бумагой выходите, и у вашей бумаги есть плотность определенная. Соответственно, вы указываете ту плотность, которая свойственна именно вашей бумаге, скажем так. То есть, есть много нюансов, но это, конечно, опыт с ошибок трудных. И когда вот эта проработка достаточно серьезная, когда мы потом выходим в ФАС, у нас есть аргументация абсолютно нормальная. То есть, проработка идет с момента подачи заявки. Вот от того, как эта заявка проработана, зависит и вся ситуация, которая дальше там идет. Наши юристы, я говорю, что на сегодняшний день обладают, ну, просто прекрасным чутьем в смысле того, на какую аргументацию нужно опираться. Выбрать из множества, чаще всего, заказчик нарушает сразу много пунктов. То есть, вот и бывает ситуация такая, что вот сейчас один из заказчиков, несмотря на то, что по его лоту, по тендеру было заключение ФАС, которое предписывало снести тендер и сыграть его заново с учетом замечаний, они приняли решение заплатить там 600 тысяч штрафов. Есть такая форма, когда можно заплатить 600 тысяч штрафов и сделать все равно по-своему. Они приняли решение вот такое. И этот лот признали, ну, отыграли и признали, условно говоря, состоявшимся, скажем так, в котором мы там даже не ходили. То есть, это опыт. Это опыт, ну, и все, больше пока ничего. И такой вопрос. Андрей, для вас, похоже, нет нерешаемых задач. Немного не по теме, но интересно ваше мнение. Как выбирать нишу для бизнеса? Бытует мнение, что надо превращать в бизнес то, что тебе нравится делать. Но, судя по вашему примеру, вы пробовали разные ниши и исходили при этом не из личных предпочтений, а из того, что шло. Так ли это? Нет. Нет, нет, нет. Смотрите, какая история. Ну, вот, условно говоря, бумага был очень сложный проект. Он просто вызов. Ввязавшись туда, скажем так, и чуть-чуть почуяв вкус, ну, вот, скажем так, вот этой деятельности, да, сначала ты там работаешь с дистрибуторами, и ты понимаешь, что это полная фигня, что ты там работаешь, работаешь, там, заработок минимальный какой-то. Это, ну, вот я говорю, что я ни разу в своей жизни я не входил в бизнес, задавая вопрос кому-то, сколько я заработаю на этом деле. Чаще всего, вот, мое мнение такое, я как бы вот так хочу выразить, что должно быть вокруг вас много людей, с которыми вы общаетесь. Должно быть много чего-то такого, чем вы интересуетесь. Нужно мы, вот с Ренатом, он не упомянул это, ну, кто-то задал вопрос, почему не взять готовое решение. Мы год ходили, искали готовое решение. Мы ходили, смотрели на прекрасные презентации, часть из них была там в сколках, когда люди, как американцы, совершенно разговаривают. Но когда мы погружаемся внутрь, она написана, ну, под одного, и теперь они говорят, то есть нету системы нормальной, работающей какой-то. Они что-то сделали, где-то что-то пошло, даже без каких-то четких аргументов. Люди говорят, все, у нас работающая система, и думают, что чем громче они будут орать, тем больше они нас убедят. Вы походили, не увидели готового решения, стали его создавать. Люди делают, вот мне, весь мой бизнес приносят люди. Приходят люди, с которыми я поддерживаю доброжелательные отношения. Их привлекает в том числе и позитивность моя, естественно, что в любой момент они звонят, ну, я всегда доволен, всегда рад их слышать, всегда откликаюсь живо на то, что они говорят, и деятельно думаю над этим. То есть он приходит за советом, я реально сажусь и думаю, что же сделать по этому поводу. И если нахожу какие-то решения, ему предлагаю. Часто предлагаю, давай у меня команда есть, давай мы попробуем разобраться в этом условно, ну, на общественных началах. И бизнес начинает сам из себя вырастать. Скажем, ну, поставляли мы одну бумагу, ее взяли, закрыли туалетной бумагой, мы разобрались в туалетной бумаге, стали поставлять бумагу офисную с туалетной бумагой. Они это увидели, подставили туда химическую продукцию, мы сделали так. Что касается, понимаете, то есть я так прямо вот сидя на коленке, я их не придумываю. У меня был период работы в Москве в крупной компании, и в какой-то момент, ну, как бы там все я построил. Все было very good. То есть дальше я просидел там один день, поиграл в шарики, понимая, путь не мой, хочу что-то делать, другое, открыл уши, стал слушать, что происходит вокруг в мире. И там приходит одно, там, такие предложения, такие предложения. Начинаешь их, ну, там, как-то пробовать, юзать, подходить к этому делу. Я, предположим, делая брикеты, у меня, я предложил в Смоленской области их попользоваться, там, дед да мамы. Из Смоленской области пришли люди, говорят, а давайте мы сделаем вот такой-то проект. У нас здесь есть там какие-то инвесторы. Мы в результате делали там проект, я готовил его под пилеты, производство пилет, там, в Смоленской области, там, рядом плечо, из ненаркотической конопли. Ну, вот, понимаете, то есть, условно говоря, это все возникает, оно как вот приходит откуда-то, действительно, не из неба приходит, а из источников информации, совершенно реальных, тех, которые вокруг вас есть. То есть, по большому счету, я слушаю, что говорят люди. Вот сегодня, условно говоря, там, человек говорит, что вот этого нет. Вот, ну, я вижу периодически, когда, пустая ниша, кто-то попытался, ну, там, вот, недавно я видел, починить кофеварку, понял, что проще купить эту кофеварку. Пишет, блин, ремонт кофеварок, походу, короче, пустая ниша, потому что, куда я не звонил, никто не готов ни починить, в разумные сроки ни цену какую-то предложить. Ну, вроде бы, как, давай зацепим. Ну, еще раз говорю, что чаще всего эти бизнесы приносят какие-нибудь знакомые, старые друзья, которые понимают, что если они ко мне придут, они встретят деятельное участие в своем проекте. Ну, вот так. Ну, и вот этот момент, который вы упомянули, он очень важен, да. Я считаю, нужно заниматься. Вот мы в прошлом году пробовали привлечь там одних ребят, условно говоря, которые мне очень понравились, и вроде бы как, там, две женщины делают некий проект, я их попытался, но мы просто не смогли. Ну, разные культуры и все тут. Я их пытаюсь загнать в алгоритмы, а я говорю, да мы продажники, нахер нам твои алгоритмы, мы будем вот так работать, мы будем вот так. Ну, я понимаю, что я себя из урода, ну, некомфортно, ну, не могу я так общаться, не согласен я так. Как только возникает токсикоз, надо уходить мгновенно, потому что, блин, это мука страшная, скажем так. Вот не знаю, насколько я вам помог, но вот это больше из ощущений, скажем так, чем конкретно. Ну что ж, на самом деле это был у нас, судя по всему, последний вопрос, и у нас уже прошло целых два с половиной часа от нашей встречи. Поэтому, да, наверное, нужно уже приглашать Василю, чтобы она каким-то образом финализировала всю эту историю. Да. Василия? Да, Андрей, Ренат, на самом деле я сама с удовольствием очень слушала, и Андрей действительно очень вдохновенно рассказывает, что хочется просто сразу тоже бросить все и начать делать дело. Спасибо вам большое, друзья, за такое прекрасное мероприятие, и судя по количеству вопросов от их разносторонности, мне кажется, мероприятие удалось. И я от себя и от наших участников желаю вашему проекту, вашему бизнесу процветания. Будем рады, когда придете, и будете делиться новыми успехами. Спасибо большое. Спасибо вам большое. До новых встреч. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...